Если я лидер, я могу воспитать, например, у себя 10 онкологов. Сколько? Да пошли вы там. Как вы вообще это всё знаете? Они такие вещи обсуждают? Ну, реально гении. Жить захочешь, не так раскорячишься. Какие у нас пациенты, какие возраста, что мы делаем, какие услуги? Когда он ушёл, это было какое-то личное предательство, с одной стороны. Мы подглядели 40 фактов о вас. А я вообще хочу купить какой-то старый ягуар, он будет в моей коллекции. Врач, познавший моржу в Сеселине. Всем привет! Это ДокМедподкаст, и я его ведущая Марина Демидова, директор и основатель клиник ДокДети, ДокМед и ДокДент. Здесь мы встречаемся с врачами и не с врачами, с профессионалами в сфере медицины, обсуждаем, как нам тут внутри медицины живётся, и как нам делать результат для себя и пациентов лучше, и при этом сохранить себя, своё спокойствие и свой ресурс. Сегодня со мной в студии мой соведущий Ян Сирота, административный директор клиник ДокДети, ДокМед, ДокДент и наши прекрасные гости. Значит, Ольга Соколова у нас в гостях. Ольга – генеральный директор, председатель Совета директоров сети клиник Скандинавия и Скандинавия Айва Петер, Севергрупп Медицина. Оля, привет! Привет! Всем привет! И сегодня с нами ещё Анна Симакова, генеральный директор клиники «Три сестры», а также кинорежиссёр. Здравствуйте, Анна! Привет! Спасибо и рада быть здесь. А говорить мы сегодня будем о том, как живётся в медицине с руководителями, не врачами, без медицинского образования, и как руководителям, не врачам в медицине живётся, и как это вообще всё происходит. Поговорим чуть-чуть о пути к медицине, как так случилось. У меня, ну потому что я тоже руководитель без медицинского образования, очень часто знакомые такие, подождите, какая клиника, Марина, у тебя же, ты же не доктор, ты что? Я говорю, ну почему вы не спрашиваете, у, не знаю, там, ребят, вот, Анна в шахте работает, ты же не шахтёр, почему только в медицине задают такие вопросы? Расскажите про свой опыт. У меня очень просто, я работала консультантом McKinsey, McKinsey сейчас уже не в России, но это такая крупнейшая, лучшая стратегическая консалтинговая компания мира. И мы работали на любые крупные имена России, от Сбербанка, Северстали, Аэрофлота, РЖД и так далее, но вообще любой бренд, это были нашими клиентами. Вот, я была уже младшим партнёром, у меня был небольшой опыт в медицине, потому что мы помогали, работали на правительство Москвы, на Собянина, там делали разные интересные проекты по поводу, там, оптимизации, не знаю, эффективности и прочее. Кстати, очень им горжусь, вот. И познакомилась с Алексеем Радашовым, это наш крупный бизнесмен, а он очень хотел инвестировать в медицину. И он года три пытался купить кого-нибудь, но всем было понятно, что кого бы он не купил, ему нужен собственный менеджмент, потому что менеджмент медицины, ну, то есть с врачами он не способен разговаривать, был, сейчас уже, кстати, может, и так далее. Вот, в общем, он заказал проект Макинди со словами, что вот хочу как бы подумать, помогите мне подумать, как вообще про эту отрасль мыслить, где там как бы возможности, что можно построить и прочее. И по итогу просто предложил мне присоединиться. Такое довольно редко случается, даже для консультанта, это такой интересный скачок сразу в генеральные директора. Вот, и мы купили Скандинавию, я высадилась в Питере, и, в общем, было очень тяжело. Но сейчас уже очень хорошо. Меня, кстати, в Макинди когда-то на работу не взяли. Когда они берут хороших людей в хорошем места, это значит, что что-то другое очень интересное за углом. Меня тоже, меня когда в Гугл не взяли, еще что-то, ну, то есть это нормально. Спасибо тебе большое за рассказ. А что ты ёкнула? Вот почему я на медицину-то согласилась? У меня нет никакой приверженности в медицине, я не представляю себя в медицине, если это не Алексей Мардашов. То есть я понимаю с ним, я понимаю, зачем я там с ним, я понимаю, как у нас выстроены отношения, я знаю, что я хочу сделать, но если вдруг как-то путь развернется, я очень легко представляю себя вообще в другой отрасли. Я всегда немножко чувствую себя таким особняком, потому что мне очень нравится строить систему, мне дико нравится масштабировать. Мы здесь вот с Аней немножко как бы из разных. Вот Аня масштабирует клиентский опыт, качество и как сделать лучшую одну клинику. Мне это настолько неинтересно, даже передать не могу. Мне фантастически неинтересно заходить ни в одно помещение, которое мы всё время открываем. Единственное, что я хочу, это чтобы нас было больше, чтобы выручка росла, чтобы были больше людей работало. Я всё время смотрю, сколько у нас персонала. Я мечтаю управлять не там, сейчас у нас 2300 человек, я хочу, чтобы у нас было 20 тысяч человек. И меня интересуют только какие-то проекты, которые изменят индустрию. Я всё время внутри такая думаю, что надо сделать, чтобы подвинуть среднее вправо. 90% своего времени я трачу на оргпроцессы и на создание среды внутри Скандинавии. А то, что они врачи или были бы не врачи, мне прям сильно вторично. Я до сих пор не выучила ни одного слова медицинского. Я задаю как бы тупейшие вопросы. Меня уже все так привыкли, расслабились. Такие, ну, Оля у нас такая. Но мне кажется, это нормально. И как там так сложилось, я за это научилась не переживать. Какой интересный разговор нам предстоит. Интересно, что у нас с Олей всё равно есть какие-то точки пересечения, как будто, знаете, в двух разных жизнях, в разных временных параметрах. Потому что в тот момент, чуть позже, когда Оля приняла решение прийти работать к Мордашову, я ушла от Мордашова, потому что я работала в металлургической корпорации, в ресурсном дивизионе и руководила аналитическим отделом. Моя работа заключалась в том, чтобы смотреть, как выполняются планы по добыче угля, золота, железной руды. Там, правда, говорили добыча. Чтобы смотреть за всякую зольность. Мы читали с Яном, что ты ходила в шахту раз в неделю. Это было вообще в самом начале. То есть это уже потом я приехала в Северсталь, в Москву. А до этого я из Кузбасса, я сибирячка. И сначала я работала на шахте экономистом, и там нужно было спускаться. У меня была роба, каска. И где-то в 2009 году мой руководитель решил, что он хочет уйти и создать свой какой-то социальный бизнес. Синхронизировалась с тем, что у меня был личный кризис. Я родила ребёнка, и я вообще не понимала, зачем мне эти планы по добыче угля. Мне это было неинтересно. Я выгорела, можно сказать. И вся работа сводилась к постоянному изготовлению презентаций на русском, на английском, где причиной невыполнения амбициозного плана было горно-геологические условия. И в общем, я так от этого устала, что вот два вице-президента Мардашова ушли и решили сделать свой бизнес. Они меня пригласили. Мы не знали, чем будем заниматься. В стратегии, в такой приблизительно было образование, медицина и забота о старших. Вот всё, что касается домов престарелых. И вот я уже пришла, и мы стали думать, изучать, куда пойдём. Там тоже не было никакого папы с инсультом, ради которого я основала центр. Это был холодный расчёт, изучение рынка и понимание, что эта ниша совсем свободна. И более того, что о реабилитации в то время думали как про... То есть это скорее было не круто. Если сейчас любой, не знаю, там фитнес-центр добавляет и реабилитация, потому что так можно чеком помыть, то тогда реабилитация, ну это что-то точно, даже не околомедицинское, это какие-то санатории, пиявки, массажи. В то время как во всём мире реабилитация была частью большой медицины, никому в голову не приходило выписать человека с инсультом, когда он не может пока говорить, ходить и глотать домой. И это был большой драйв и интерес принести эту науку в Россию и сделать из этого крутую клинику. Это невероятно. У меня бабушка после инсульта дома лежала 7 лет. Я помню, что я даже покупала ей, знаете, такие детские таблички с буквами магнитными. И я пыталась с ней хотя бы так поговорить. И я думала, ну есть же эта возможность, где эти люди, как их найти. Но я тогда была, по-моему, 21 год мне было в этой истории. И у меня не хватало кругозора для того, чтобы что-то изменить, что-то прям взять в свои руки. Меня хватило тогда только на табличку. Но вот это вот ощущение, что не может быть, чтобы это был конец. Интуитивно ты сделала правильно. В реабилитации этот метод называется альтернативная коммуникация. Когда человек не может говорить, есть разные способы, как наладить с ним общение. И вот таблички, буквы — это один из способов. Мне очень понравилась история Анны о том, что хоть это был холодный расчёт у вас, вы пришли и начали изучать ниши, но при этом у вас изначально была благая идея. Вы пришли о том, что вы хотите какой-то социально значимый проект. То есть это не просто, что вот мы там будем, не знаю, для стаканчиков делать, чтобы не обжигались руки, а вы что-то глобальное. Это учёба у вас была заложена, да, медицину вы планировали, либо помощь людям пожилым. Стаканчик, чтобы не обжигались руки, это тоже социальный проект, я считаю. Да, но это просто очень такой маленький камерный, а у вас просто он глобальный. Всё-таки пожилых людей у нас там много, может быть, им большая помощь нужна. Я на всякий случай скажу, что у нас не только пожилые люди, то есть есть люди после инсульта, которые, да, это люди старшего поколения, но у нас есть дети с травмами, у нас есть травмы головы, травмы позвоночника, это, как правило, активные взрослые люди, парашютистам, мотоциклисты, лыжники, которые получили вот такую травму или ДТП, то есть это клиника, которая рассчитана на все возраста. Вот вы говорите, что там неважно, кто врачи, не врачи, но всё равно приходится же, наверное, с ними контактировать, даже не с теми, кто прям работает на месте, но есть руководители, с кем вам приходится контактировать. Каково вообще с ними в общении? Находите вообще язык, либо вы там отключаете медицинскую часть и обсуждаете только вопрос бизнес-процессов, там, развитие клиник, вообще даже убираете слово клиника, это просто развитие какого-то бизнеса. Как вообще с ними? Есть какие-то особенности? Точно есть. Врачи – особенные люди. И, конечно, они на меня повлияли сильно больше, чем я на них, хотя, мне кажется, это такое взаимное проникновение. А врачи, особенно в Питере, это очень умные. Это очень умные люди, с ними там фантастически интересно поговорить, у них такой широкий кругозор, а это как бы такие особенно, когда это ещё питерский такой вайб, ну то есть они дни рождения отмечают, между прочим, читают друг другу стихи. Я такого не видела никогда. Ни одного макензоида на свете нет, который читает стихи в дни рождения, он как бы не найден ещё. А врачи, вот они так собрались, их там, не знаю, 60 человек, и у них театр. Второе, врачи драматические. Там вот много эмоций, тоже макензоиды не настолько эмоциональные люди, люди, которые пишут презентации с утра до ночи, и шахты, там как-то план, они тоже не такие эмоциональные. А врачи часто, они как бы сверхдраматические. Вот, и от этого, конечно, устаёшь. Ну то есть я в какое-то время уставала, и, например, там, ну вот я обложена процессами, ну то есть там ИЧАР отвечает за, ну то есть когда у нас какие-то большие реформы, то у меня есть там ИЧАР, у меня есть, не знаю, медицинский директор, ещё что-то. Вот, и это сделано ровно для того, что если я напрямую буду пересаживать, ну вот мы сейчас меняем врачам там радикальное расписание. Вот, ну и дальше вот я захожу в клинику, и меня там ловят в коридоре. Сейчас, конечно, этого уже сильно меньше, а раньше это было повсеместно. Зажимают где-то вот между походом, между чаем и туалетом. То есть я реально боялась в эти коридоры выходить, просто боялась. Потому что обязательно меня кто-то зажимал и начала рассказывать, что у неё ребёнок, уходит детский сад, что она не может начинать в 8 утра, она должна в 10, и только обязательно в другой клинике или ещё что-то. И это как бы надо переваривать. Вот, и это довольно тяжело. И вот этого драматического языкового какого-то общения просто чрезмерно много. Ну то есть я всегда говорю, что у нас очень человеческий бизнес. Таких человеческих бизнесов, в принципе, немного. У нас продукт — это как бы человек, ну клиент-человек, в общем, всё как бы в людях, стены и оборудование просто сильно вторично. Вот, и как бы с этой эмоциональностью надо как-то учиться жить. Вот, третье — врачи фантастически консервативные. Я раньше думала, что, ну это как-то они там что-то недопонимают. Вот, потом я поняла, что они насмотрелись так много примеров, когда там чуть-чуть тронул, навредил, когда как бы вот здесь вот там, не знаю, чуть-чуть поэкспериментировал, тоже навредил, а вот здесь вот что-то сделал, пошло не так, и к тебе там то прокуратура пришла или ещё что-то. Как они говорят, никого не сажают, но жизнь реально могут поломать. Вот, и это всё создаёт вот этот ореол консервативности, что лучше не ломать, лучше не менять, лучше как бы ничего не делать, лучше перепроверить, лучше ничего нового не пробовать и прочее. И, конечно, ну, каждый врач очень разный, и есть такие бодрые, бойкие, неуспокоенные и буйные, как мы любим говорить, вот. Но в целом эта среда сделает тебя консервативным. Как у меня, кстати. Я вот, насмотревшись на биохакеров, ну, я просто, ну, мне уже прям понятно, что не надо вообще лезть в свой организм бесконечными, там, ну, как бы, БАДами, мне просто не надо, вот. Но у меня заняло это года три, как бы, понять, почему врачи такие, начать их, как бы, за это, ну, там, уважать, вот, слышать, слушать. И в целом я теперь тоже очень консервативная. Сижу себе, ничего не пью. И говорю, что лучшее, что надо делать, это вообще не болеть. Самое важное, что каждый человек должен сфокусироваться, это ЗОЖ, здоровая, как бы, внутренняя вот эта ровность, там, психологическое состояние и прочее, и ходить на чекапы. А в больницу попадаете только рожать. Ничего больше там делать не надо, просто не надо никогда никому жить и дома. Вот этот биохакинг по-нормальному, это про что? И там абсолютно не про БАДы, не про регулярные сдачи крови, капельницы для того, чтобы себя поддержать, и вот это всё. Это реально про здоровый образ жизни, и так обидно людям, когда нет волшебной таблетки, просто... Ему очень обидно. Ходи на спорт. Хотят эти трёхдневные чекапы, перепроверить всё-всё-всё. Это не нужно, это вредно, просто не надо этого делать. Но это не продаётся. То есть как бы хорошо продаётся управление каким-то страхом и доп-сервисом, но мы это как бы, мне кажется, мы с вами из одной когорты, мы этого вообще прям не делаем. То есть у нас нет как бы чекапов на уровне полежать два дня, сделать всё, их нет, их не может быть. Всё, что есть в клинике. У нас есть там чекап, это просто сходить к очень хорошему терапевту, и дальше тебе назначат, что положено по возрасту, и может быть что-то дополнительное, если есть как бы особые условия, ну в смысле особое назначение. В общем, да, поэтому на биохакинге мы вообще ни рубля не заработали. Но об этом мы сейчас ещё поговорим, про интересы медицины, интересы пациента, интересы бизнеса. Это очень глупо. Вот мне очень хочется с вами её обсудить, но сначала у Анны хочется спросить, как руководить врачами. Я сейчас послушала Олю и подумала, а у меня абсолютно обратные впечатления, абсолютно противоположные по поводу умных людей. Я сейчас, Ян, ничего личного. У нас в нашей жизни это всегда обучение, у врачей это тем более. Безусловно, ну то есть мой круг сейчас, это врачи, мы дружим, это суперинтересные люди, очень умные. Но в целом, когда я попала в медицину, я поразилась к тому, насколько это узкий взгляд. То есть, вот знаете, есть такая книга у Клотра Рапая, называется «Культурный код», и он там больницу сравнивает с заводом, что это такая большая фабрика, которая перерабатывает вот эти вот жизни, судьбы, диагнозы. И когда я ходила к хирургам, да, то есть они могут знать, как прооперировать, не знаю, вот этот конкретный позвонок вот с такой конструкцией. Всё, что до и всё, что после, их вообще не интересует, а они это не знают. И это касается даже вопросов не только медицины, но, может быть, это связано с тем, что всё-таки долгое время доходы врачей были не очень высокими. Поэтому уровень путешествий, знаний, насмотренности, он был узкий. Я помню свою первую реакцию, своё удивление, когда я попала, вот уйдя из металлургии, из угольной промышленности, да, на конференцию медицинскую. Это был Новый Арбат. Это было, казалось бы, ну, там большое помещение, но это был какой-то съезд КПСС, потому что это была сцена. Там стояла трибуна, он там был, значит, такой красный палантин, графины реально с водой. Человек с известной фамилией выходил к трибуне, он читал какой-то текст, и, внимание, на слайдах был текст, который он читает. То есть просто как будто вот эта книга мелким шрифтом. Я помню, я сидела, я вообще не понимала. Понимаете, когда, ну, нефтянка, металлургия, это же всё приносило деньги, у нас были роботы, у нас, не знаю, Макинди на нас работала, были какие-то супервыставки, там было много иностранцев. То есть здесь это был просто возврат в прошлое. Поэтому мне казалось, с моей насмотренностью, как будто бы я из будущего на машине времени прилетела в прошлое, и мне теперь есть, что этим людям показать. И правда, первые какие-то штуки, которые мы внедряли, они не требовали каких-то суперидей. Просто бери из отраслей, которые уже себя показали классно, которые продвинуты в нашей стране, бери эти рецепты и применяй. Второе, по поводу, как ты сказала, что они не драматургичны, они очень эссенсивны. Эмоциональные, да. Эмоциональные. Человеческие. Мне так вообще не показалось, потому что я всегда смотрела на больницу глазами пациента. Вот приходит человек, он боится, у него что-то болит, он не может зайти туда один, он хочет прийти с сопровождением. У врачей всё просто. Не положено, нельзя, а мы не можем тут в каждого вкладываться, мы будем выгорать. В общем, это опять же был завод, где в центре не человек, а диагноз, где набор симптомов, и мы вот лечим конкретный набор симптомов. Человек – это кейс. Человек – это кейс, да. Хорошо, потом ещё, если всё удачно пройдёт, вынесем на конференцию в цифрах, покажем, что и как. Я думаю, что это тот путь, который они выбирали для того, чтобы сохранить себя. Я не думаю, что это сохранить себя. Да, я думаю, что это культурное наследие, это следствие патернализма, где врач, он прав, пациент делает, как ему сказали, он не спорит, он не задаёт вопросов, он кивает и благодарит. И поэтому любое отклонение поведенческое, когда можно я переспрошу и можно я перепроверю. В том числе, кстати, приводила, где я видела эмоциональность, это всё, что касалось статуса врача. Вот этот нарциссизм, который просто проявлялся отовсюду. То есть я пришла, например, когда мы открыли клинику, я говорю, слушайте, круто, вот если бы я приезжала, пусть бы меня встречала лечащий врач. Что вы, это были такие дебаты? Это было уже? Нет. Врач должен зайти с блокнотом, а теперь с планшетом, в палату. А до этого, не знаю, помощник, медсестра, администратор, кто угодно, но не врач. Это подкосит его статус, это будет плохо и для лечения в том числе. Ну и так далее. Поэтому я столкнулась вот с этим. Этого до сих пор в медицине полно. И вот одна из моих миссий – делать медицину человекоцентричной. Я хочу здесь местами согласиться с Анной, потому что вы рассказывали историю о том, что вот вы вернулись в прошлое. И этого, правда, достаточно много. Просто мы там, скажем так, ушли больше в сферу частной медицины. Как раз пытаемся строить нормальный, правильный бизнес. Но, по правде говоря, это повсеместно еще есть. И очень здорово, что сейчас, например, вот эта вся история, когда много обсуждали, что в поликлиниках теперь ведется запись, теперь нельзя какие-то слова говорить. Но это как раз-таки мы пытаемся исправить. Просто исправить это пытаемся своими методами, которые только в России можно применить. Потому что если ты просто придешь и скажешь кому-то в поликлиниках, кто-то 12 минут пациента применяет, то он вряд ли это будет применять. А еще про вот эту узконаправленность врачей. Я вас прекрасно понимаю, о чем вы сказали, потому что, когда я начал заниматься какой-то административной работой у нас в клинике ДОК Дети, тоже некоторый вопрос всегда вставал. Ну, как бы нужно объяснять, было коллегам. И изначально я не мог понять, почему. Ну, то есть это такие вещи, которые, в принципе, нам по жизни встречаются. Мы их там изучаем. Но когда я понял, чем более человек погружен в медицину, вот у нас есть прямо там профи, ну, реально к ним там едут со всей России, и там я просто их хожу, думаю, как вы вообще, люди, вы как вы вообще это все знаете? Они такие вещи обсуждают, ну, реально гении. Вот, они, видимо, так сильно узко погружаются, что, возможно, ну, как бы они... Для них другое не важно. Ну, как бы они там едят, живут мир, там путешествуют куда-то. Но вот условно там, как написать заявление на отпуск, это уже второе. У них есть, как написать там, правильно написать симптомы этого пациента, где найти про него информацию, и вот это вот взять. Поэтому я, ну, как бы с этим тоже смирился, что есть просто гении, и вот гении, они погружены там в какую-то свою специальность. И там такие протоколы. Да, там такие протоколы. Там реально просто вот... Мне пару раз приезжали пациенты за границей, и там... Мне нравится, что их протоколы местами выглядят не как просто вот... Есть там нос, описание как Лорбут, там нос, ухо, горло. Нет, там есть история. Ко мне пришел на прием, там, Джордж, пяти лет, с родителями. А Джордж, там, с недавнего времени переносит болезнь. Ты просто читаешь, как книгу. И вот примерно их протокол выглядит так же, только на русском. Это реально заглядение просто. Поэтому я воспринимаю, чем вы говорите, и это правда, ну, как в отчасти, это правда. К сожалению, придется нам столкнуться и с этим. А вот теперь, Ян, не слушай. Из врачей получаются хорошие руководители? Какие они руководители вообще? Редко, но получаются. Ни одного не видела. Не знаю, Ян, может быть, ты исключение. Вот, а ни одного не видела, который бы выстрелил раньше, чем два года. Ни одного. У меня там сто медицинских лидеров. То есть два года стажа административной работы, и потом человек может выстрелить. Какая конверсия выстреливания? Может, процент в 30. Маленькая. Маленькая. Нет, у нас институт медлидеров, ему уже пять лет. Мы обучаем всеми способами. Ну, то есть вообще всеми. Ну, и сейчас, например, у нас какое-то новое, дико дорогое обучение внешнее. Именно чтобы пробудить вот эту ответственность, лидерское мышление, критическое мышление, цифровизация. Ну, то есть способность вообще мыслить в рамках цифр. Не ради прибыли, а просто вот мыслить. Это много, это мало, это дорого, это дешево, это окупается, это не окупается. Как вообще? Это фантастически тяжело. Фантастически тяжело. Я думаю, что вот сейчас будут появляться наши все компании, и лет через 10 будут появляться люди, которые… Ну, то есть как бы мы станем… На самом деле, что такое Скандинавия? Скандинавия – это институт, который готовит медицинских лидеров. Потому что вот поработав с нами, они впитываются, 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 а потом они прям реально другие. И найти их как бы со стороны почти такого человека невозможно, потому что невозможно, их нет. Да, я согласна с этим. Поэтому у нас та же самая история. У нас есть медицинские лидеры, и мы их учим. И они у нас пока ещё все свеженькие, новенькие. И мы в процессе, когда вообще они понимают, куда они попали. И с разными скоростями, у каждого разные силы. Каждому надо подсвечивать там какие-то свои моменты. Но да, это путь. И я думаю, что это два года прям очень… Я просто это говорю, мне истопская как-то тяжело. А просто чтобы мы все расслабились, что это нормально. Что это нормально, что люди… Ну, это слишком другой мир, слишком другое всё. Плюс параллельно они же ещё и практикуют. То есть это как-то надо уместить в текущую деятельность. А компания ещё всё время куда-то бежит. А рынок подкидывает то ковид, то другие события, то ещё что-нибудь. Ну, то есть просто это тотальный дурдом. И поэтому я скорее говорю, чтобы расслабиться, что и кого бы мы ни наняли, ну, конечно, там за испытательный срок, или особенно за первые полгода, понятно, человек вообще, мы вот хотим дальше инвестировать. У нас вот складывается, верим ли мы все, там, получаются ли какие-то… Ну, хотя бы глаза вот горят у него и у окружающих. Вот. Но надеяться, что он там, не знаю, вырастет вот кардиологию, там, радикально, и там, стратегию напишет и прочее. А раньше, чем за два года, я вот похоронила эти надежды. А можно стать классным руководителем в медицине и остаться при этом классным врачом? Я не врач, я не знаю, я не проверяю, но я таких встречала много. Прям встречала, кто как бы, ну, до сих пор практикует, и у них там один день в неделю, там, битком приём, и все остальные советуются. Ну, как что я знаю, что такой хороший врач? Это когда я просто вижу, что все остальные, даже профессора, даже очень такие нарциссические личности, вот, идут советоваться. Или, например, они знают, что он регулярно угадывает диагноз. Есть какая-то тема, что вот он угадывает. Вот, и поэтому как бы есть вот такое доверие. Вот, или они своих мам отправляют. Ну, то есть вот по косвенным признакам прям понятно, что этому врачу почему-то доверяют все, вот, и дальше одновременно он и как бы руководитель. Вот, то есть такое точно бывает, но при этом, ну, вот, например, у нас там главный врач Любовь Барабанова, вот, она, ну, там, очень крутой репродуктолог. Вот, и она круто общается с пациентами, она бы как репродуктолог, скорее всего, зарабатывала бы даже больше, чем наш главврач. Вот, но она сейчас не ведёт приёмы, и я думаю, вот, в её случае это, ну, просто выбор. И я думаю, что он ей тяжело дался, не буду прям сильно за неё говорить, но прям знаю, какая она советовалась и думала и прочее. Вот, я не представляю, как вот с её ответственностью, работой и интенсивностью совмещать и вести ещё, как бы, реальных женщин, особенно в цикле ЭКО, где надо её вести. Просто в какой-то момент это очень сложно, это отдельный, нужен для этого тренинг многочасовой. И я, как всем говорю, никому, говорю, не думайте, что вы один раз сказали, этого достаточно. Даже Мордашову, а он просто великий. Вот он великий интеллектуальный, он великий человек. Вот, ему надо сказать три раза, чтобы он осмыслил. А вот всем нам нужно минимум семь. Поэтому вот если семь раз врачу объяснить понятие рычага, вот, что рычаг — это как точка твоего приложения, и что ты получаешь. Потому что если я просто врач, я сижу, то мой рычаг — это вот сколько смен в неделю я могу взять. Ну, я могу работать пять дней, там, не знаю, по восемь часов. Ну, если умру, то там по десять часов. Ну, в любом случае, это очень ограниченное количество в часах. И дальше вот мой потолок пациентов, он просто математически считается. А если я лидер, я могу воспитать, например, у себя десять онкологов, или там у нас, это, не знаю, сто педиатров, там, не знаю, сто гинекологов, там, 120 неврологов и так далее. Вот, и я их изменю, то это вообще совершенно другая математика. И вот когда врач поймёт, что если, ну, как бы мы хотим влиять на мир, а я как человек, который единственное, что хочет, это влиять на мир. Я прям спать не могу. Мне кажется, что я мало влияю. Это просто, ну, здесь я отдельно хожу к психологам, чтобы они говорят, сделайте сам что-нибудь, чтобы я была менее нервная. Потому что мне всё время кажется, что я мало влияю. Вот когда врач понимает, что его влияние многогранно, и влияние как врача, оно довольно ограниченное. Тут как бы без иллюзий, да, можно, ну, там, спасти прям вот от жизни жизни. Вот, а с другой стороны, как бы обучив, там, не знаю, сто докторов, это как бы сто эффект, сто жизней на мальтипл. Вот, и тогда оно как-то это, мне кажется, ну, врачам чуть полегче уходить в административное. Ты объясняешь как-то финансовую часть этой истории? Почему? Вот это, да, сто умножить на мальтипл, но зарабатываешь ты за это меньше, чем если ты примешь 10 пациентов. Это больно. Тут надо сказать, что мы тоже их сводим с ума, потому что действительно в России очень дешёвая, малооплачиваемая медицина. Нет ни одной страны мира, особенно, ну, там, из приличных, да, где можно в течение часа, мы сейчас с вами на спор, можем найти приём лора, это будет стоить 50 долларов. И в течение часа запишемся, ещё пешком туда дойдём. Вот, это просто сверхдоступная медицина, вот. И в этом смысле, когда мы, как бы, делаем услугу, которая в среднем стоит 50 долларов, вот, ну, тут без иллюзий, окей, наш там бренд, не знаю, у нас у всех это дороже, чем 50 долларов, или ещё что-то там, ну, и МСИ там ещё дороже. Ну, это, как бы, точечная нишевая история. А массовая медицина России сверхдоступная и очень-очень малооплачиваемая. Вот, и поэтому у нас, как у всех, как у бизнеса, у меня очень мало рычагов, как бы, инвестировать в управленческий персонал. Я не могу, как бы, взять... Что такое медицинский лидер-гинеколог? Вот у нас это, там, прекрасный врач, я сама, вот, как пациентка, не хожу, это фантастика. Её можно записывать на камеру и сделать на неё примеры, как бы, идеального приёма. Просто там всё фантастически. Вот, но, как бы, окей, она ведёт один день в неделю, потому что у неё 100 гинекологов, которых, ну, там, меньше, чем 100, неважно, которых нужно развивать и прочее. Вот, ну, то есть мы взяли самого лучшего врача, самого, как бы, лучшего, и по профессионально, и по горящим глазам и прочее, и пытаемся её, как бы, уговорить вести гинекологов. Вот, и при этом... Ну, то есть мы теряем, как клиника, на её выручке. Ну, потому что вот её пять дней в неделю, она будет битком, и можем её продавать, не знаю, за 15 тысяч приём, и, как бы, всё будет прекрасно, потому что она, вот, фантастический доктор. Вот, и в реальности она остаётся медлидером, и, ну, естественно, должны компенсировать доклад, и всё время ещё думаем, там, как бы её повысить, и где-то, может быть, ей бонусы, за счёт чего ещё что-то может случиться. Но в реальности у меня потолок на медицинские команды небольшой, денежный, потому что особенно их там много, ну, у нас сейчас там 21 медицинская команда только в поликлинике. Вот, и каждому мы хотим, а где-то она большая, и мы там ещё и замы и прочее, всем хотим платить эти оклады. Ну, в общем, короче, мы всё время вот так вот выкручиваемся, и иногда прям HR даже говорит, если вы хотите больше дохода, ну, идите больше практиковать. Вот, и мне, конечно, как, ну, руководителю грустно, что у нас такое есть. Ну, вот, особенно грустно, когда я там вещаю на всех этих конференциях, как у нас всё стройно-устроено, а потом по факту, как бы, ну, если моя Елена Николаевна Пербеева захочет действительно подзаработать, вот, может быть, она скажет, а лучше я буду там три дня работать как вот врач, ну, как бы, а вот свою медицинскую делать где-то в промежу, ну, вот, между. И это, конечно, не окей. Как это решить, я не знаю. Поэтому приходится вот так выкручиваться. И иногда мы очень часто не можем нанять там какого-нибудь перспективного. Вот у нас там три невролога вот так вот с очка, ну, не получилось как бы пригласить, потому что они такие говорят, я вот там управляю пятью врачами, мне они, в принципе, уже достали эти пять, и уже очень тяжело, вот, зарабатываю 300 тысяч, мне вот ваши как бы 120 неврологов и чуть меньше как бы зарплата вообще как-то неинтересны, вот. И я такая, я и человека понимаю, и себя понимаю, и систему понимаю, я просто грущу, вот. И всё время ищу кого-нибудь, кому просто очень хочется больше как бы руководить, больше управлять, ну, кто как бы приходит к нам в том числе не только за рублём, а за фантастический движ. Вот, да, из-за влияния, да. Вот это как бы самое-таки лакомое. Вот, но потом они в какой-то момент тоже всё равно, каждый, кто научился считать, он в какой-то момент хочет больше зарабатывать, и всё равно приходят, и все эти спирали повторяются. Но в этом конфликте интересов... Ян, сложно в этом конфликте интересов скажи нам. Мне ещё понравилась фраза о том, что нужно проговорить три раза, обычно человеку там ещё, и мы уже с тобой два раза это проговаривали, а ты мне два раза уже точно спрашивал за эти три года нашей работы. Ян лор-хирург, и у нас периодически такие встречи. Ян, точно? Ты уверен? Он такой, да, я уверен, я хочу. Я буду создавать пространство для всех остальных, чтобы им там было хорошо. Ну да, но на это, правда говоря, есть определённое количество времени, когда мы были меньше, и это было проще. И так как у нас всегда складываются честные отношения, пропорционально росту моих обязанностей и заработной платы у меня уменьшается количество приёма. И сейчас я ровно в той золотой точке, когда вот ещё немного, и я шагну уже в сторону административной, и приём мой полностью уйдёт. Ну то есть останутся реально только выходные, которые выходные доступны мне, но я могу их занять приём. И там я уже думаю, что готов ли я на это. Вот, но это, правда, очень тяжело. Вот вы проговорили историю о том, что помогать людям, и ты реально думаешь, просто вот они приходят счастливые, довольные, там ты их прооперировал, они просто благодарят. Причём у нас, как у Лора, мне всегда было обидно за это, но это такое второе, что вот педиатры, они там ведут их от нуля до года минимум. И они там приходят, они с днём рождения поздравляют, там какие-то пишут открытки, а тут он пришёл ещё от кого-то, ты его прооперировал, он радостный ушёл, и дай бог он там напишет, что через неделю, что у нас всё хорошо, мы там, типа, спасибо вам за операцию. Но такое происходит, да, конечно, вот. Но в целом просто ты вот в моменте просто заходишь в палату, он там после наркоза ребёнок спит, он уже не храпит, и такие родители такие, смотрите, он дышит, он дышит. Вот такой, ага, окей, хорошо, а что здесь? А здесь просто там 300 врачей, которые постоянно... Проблемы, боль. Что-то хотят от тебя, у меня там то сломалось, это сломалось, приди к нам, помоги, я не хочу тут работать, хочу там. И спасибо не говорят. Да, там про авторизацию результатов, реально, врача, когда он становится руководителем, всегда такой сдвиг, ну, то есть так я как раз как-то сказал, у тебя, ты видишь результат, вот, у тебя было плохо, стало хорошо, тебе сказали спасибо, а тут ты стал руководить людьми, и ты-то думал, что ты будешь видеть больше результата, а ты просто видишь больше проблем. И люди просто в этом иногда теряются, и такие, я не думал, что это так. У меня есть главная наша лора в поликлинике, она же и лор-хирург, она говорит, я в операционные дни не отдам, я туда хожу отдыхать от вас. И я прям понимаю, я её понимаю, что действительно, ну, мне сначала это странно казалось, а потом поняла, что вот эти все цифры, планы, вот это бесконечно проблема, проблема, проблема. И вот, ну, когда я говорила эмоционально, это же не про то, что пациенты, врачи, врачи пациентов не слышат. Эмоционально это то, что ты вот поди, попроси врача пересесть в другое место, поделиться с кем-то кабинет, отдать свой кабинет, нанять кого-то рядом сильного врача, подружиться с кем-нибудь. Ну, это просто как бы, ну, просто тотальная драма вообще, истерика часто. Мы в ноябре делали перестройку тоже расписания, и так как это отдел, который относится ко мне, я сам пошёл и, скажем так, в поле пошёл со всеми разговаривать. Это правда. Это тяжело, да. И это тебе не пациенты, которые благодарны, там, проамперировал, он там не храпит, и они всё равно рады и прочее. Ну, это часть вот этой культуры, что если я врач, это всё врачебно-центрично, то ты не можешь меня лишить кабинета, расписания, ты должен... Вот здесь у меня эмоции будут на высоком градусе. Это правда, это правда, да. Анна, у тебя опыт с врачами, руководителями какой? Я видела разный опыт, но, наверное, общий тренд, что врач может быть хорошим руководителем, он должен снизить свою клиническую практику, сильно снизить. Потому что, когда ты руководишь, и ты врач, и представьте, что у вас есть какая-то проблема, я не знаю, уволились врачи, вот вам нужно решить этот кадровый дефицит. Идёт, на приём выходит. Он идёт, садится, начинает принимать пациентов. Он просто начинает принимать. И в это время он выходит, думает, чёрт, что-то с продажами не так. Но на следующий день, вместо того, чтобы заниматься продажами, он снова садится и начинает принимать. И он всё время тогда в этом замкнутом круге, в этом колесе. Наверное, я бы так делала, если бы я была врач. Но я не врач. Поэтому я должна, не знаю, у меня есть два дня, я должна идти врача, расшибиться из любого города, привезти, договориться, временно, невременно, как-нибудь, но закрыть эту дурю. У нас сейчас медицинский директор, который пришёл. У меня всегда была позиция, что он всё равно должен быть играющим тренером. Ну, два, ну, три пациента он должен вести, чтобы не оторваться. Ну, он проработал два месяца. Говорит, слушайте, я понимаю, что я не должен сам вести пациент, я буду плохим медицинским директором. Я говорю, ну, хорошо, давай. И тут у нас есть курсы медицинского английского для врачей. Там совпадилось несколько мест. Я ему говорю, Антон Сергеевич, там есть место, давайте вы пойдёте в группу. Он такой, ну, что-то я не знаю, я не чувствую уверенности. Я думаю, что он говорит про английский. Я говорю, ты вообще плевать, быстро потянете английский. Он, я не про английский переживаю, а про неврологию. Что я, мол, на фоне наших врачей, которые супер разбираются в неврологии, буду проигрывать им по вот этому врачебному видению. Расскажите, допустим, если к вам пришёл врач, я могу расти финансово в том числе. Можно я вообще возьму, как вообще любому человеку зарабатывать больше? Он должен понять, зачем ему. У него должна быть какая-то страсть, какое-то желание. Не просто какая-то сумма на счету. Он должен понимать, как он эти деньги потратит, как он реализует себя, не знаю, свою семью. У нас в этом году была стратегическая сессия. Я вывезла туда топ-30 наших врачей, физические терапевты, неклинические сотрудники. И наша сессия называлась «Как нам стать мишленом в реабилитации?». Вот весь наш фокус на качестве. Потому что это, в свою очередь, меняет экономику. Ты можешь повышать цену за те чудеса, которые ты можешь у себя в клинике добиваться. И вот сидит эта команда, все какие-то кислые. Давайте подумаем, как наш продукт улучшить. Все сидят. Ну, какие-то банальные вещи. Я понимаю, что не идёт. Я вдруг останавливаю сессию, говорю, ребят, сейчас мы вообще пойдём в другую сторону. Скажите, что бы вам хотелось для счастья сейчас? Вот первое, что вам приходит в голову, что вам не хватает из материального? Первое, то у меня всё есть, у меня всё нематериальное, здоровье, любовь. А это те, кто постарше. А те, кто помоложе, сразу. А я хочу на Камчатку, и там в суперпутешествие, мне нужен для этого миллион. Потом кто-то. А я вообще хочу купить какой-то старый ягуар, но он будет в моей коллекции, ещё что-то. Те, кто постарше, тоже раскачались. А я хочу свой домик там где-то под Псковом отремонтировать, а кто-то там, я не знаю, на обучение дочери заработать. Я говорю, вот говорите прям, что вы хотите, сколько это стоит? Ну и мы, значит, посчитали, там надо 50 миллионов. Я вам говорю, смотрите, если мы поднимем с вами цену хотя бы на 3000 рублей в сутки, мы с вами заработаем, я вам обещаю, что вы эти 50 миллионов, мы их заработаем и мы перераспределим. Вы исполните все ваши мечты. И обсуждение пошло вообще на новом уровне. Поэтому я вижу в обычной жизни каждый день, кто-нибудь может сидеть, пыхтеть в ординаторской, плакать и фонить, что вот, там плохо платят, или вот эта тяжёлая работа. А может прийти какой-нибудь физический терапевт, скажет, Анна Сергеевна, у меня жена родила, у меня ипотека, что мне сделать, чтобы я зарабатывал 300 тысяч? Вот у меня сейчас 150. Я могу, я подумал, то-то, 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 то-то. И у меня для него не было никакого предложения, но из-за того, что он так горит, из-за того, что у него есть этот огонь, у меня рождается какой-то проект, или как этот человек может закрыть какую-то потребность нашей клиники в том числе. Я говорю, слушай, вот там, постоянно не могу, но вот у нас сейчас есть переговоры с инвесторами, возьми, пожалуйста, детскую реабилитацию, изучив весь бенчмарк, и через месяц принеси мне штатное расписание, смету, вообще, как это будет выглядеть. Всё понял и пошёл. Вот какая конверсия из того, что он ушёл и понял, в то, что он потом пришёл со сметой и с планом? Хороший вопрос. Здесь пока мы проигрываем, потому что наши обещалки, обычно мы их выполняем, а с той стороны не то, что... Но, опять же, это зависит от опыта. Если он всё время имеет практику физического терапевта, как и людей учить ходить, а тут нужно ему залезть в иностранные источники, ещё потом посчитать финмодель, это для него первый опыт, он его сделает плохо. И твоя насмотренность в опыт будет оценена этим, ну, на двойку с плюсом. Но чем больше ты ему даёшь таких шансов, таким образом, через его вот эти ошибки, ожоги, и рождается этот путь. И через, не знаю, 5-7 лет он может быть медицинским лидером большой, крутой какой-нибудь клиники. В общем, здесь, получается, вообще заложенники истории с тем, что извне мы откуда-то не можем взять человека, потому что просто таких нет людей. А отсюда и от себя мы слишком хороших специалистов берём, что их просто сложно отправить в медлидеры, потому что у них есть прекрасный приём, у них здесь есть заработок, они врачи. Их, ну, как бы им нужно очень много времени потратить, чтобы перейти на вот эту ступень, когда ты уже не врач, но руководитель, при этом получаешь, возможно, даже больше. Но результат ты видишь не здесь и сейчас, а ты результат на будущее работаешь. Просто-напросто. Очень сложная история. И это очень тяжело. Ну, то есть основное, что у меня, как бы, когда вот у меня тело болит, у меня бывают вот эти события, когда просто тело болит. И я понимаю, что оно болит из-за того, что у меня, с одной стороны, есть хотелки сделать правильно, вот как я мечтаю, а у меня, у нас очень простая мечта. Я хочу, чтобы лучшая моя подруга, если она приедет вдруг в Питер и позвонит, скажет, так, мне срочно нужен гинеколог, я бы сказала ей, иди к любому. Всё, вот моя мечта выглядит вот так вот. А лозунг у нас всегда выглядит, каждому относимся, как будто это мама, ну, или я всегда говорю, сделаем как себе, и как будто вот мама генерального директора пришла, относитесь так к каждому. Всем сразу понятно. Вот образ мамы генерального директора, он просто абсолютно сто процентов понятен каждому от санитарочки до как бы самого главного хирурга. Вот. И основное, когда вот мне прям плохо, что у меня на разрыв, да, от чего у меня бывают внутренние какие-то истерики, я иду к психологу, я регулярно, ну, раза три в прошлом году ходила к разным профессионалам, где обсуждала, увольняться мне или нет. Я говорю это честно, потому что мне кажется, что люди должны работать там, где у них осознанный выбор, что я там. И я прямо через кого-то, ну, регулярно провожу беседу, достаточно ли нет. И самая большая для меня надрывная вот эта история, что мне очень хочется сделать правильно, и мне не хватает на это ресурсов, просто не хватает. И я в позе, вот один наш врач сказал фразу, она такая немножко грубоватая, но смешная, что он говорит, я в позе растянутой волочковой. И я вот себя чувствую в позе растянутой волочковой, которая пытается, здесь что-то хорошее, здесь еще мне хочется какие-нибудь творческие инициативы, там еще что-то. А здесь мне просто нужно как бы абсолютно лазерным фокусом, таким жестоко жестоко искать просто каждый рубль, где я могу наэкономить, чтобы потом его потратить на медлидеров, чтобы иметь возможность лучшего врача снять с приемов и там оставить ему зарплату, чтобы он стал лидером и знать, что два года это просто деньги в топку, потому что меньше, чем за два года. А конверсия еще 30%. И конверсия 30%. И мы все время в этой попытке жонглировать, здесь чуть-чуть урвал, туда проинвестировал. Ну и акционер наш очень конкретен. Единственное, что его волнует, что все должно расти, а маржинальность должна расти сильно быстрее, чем выручка. Все остальное. Да, поэтому... Если бы ты знала, как это откликается, вплоть до метафоры, но у меня это метафора, которую я обсуждаю с психологом, это жизнь захочешь, не так раскорячишься. Помните? Особенности национальной, не помню, охоты, то ли рыбалки, но там корова такая же, когда люди стоят. Один в один, да. Иногда на месте коровы, потому что вот на тебе, вот там, где ты находишься, вот в структуре корпоративной, точка баланса. И ты не можешь ни туда, ни сюда, иначе все поедет в какую-то ненужную сторону. И тебе надо и там объяснить, и инвесторам объяснить, и сотрудникам объяснить, и пациентам, потому что как только баланс уходит, то у тебя там каждый рубль, который ты потратишь куда-то, в нужное тебе место, его нужно откуда-то взять, ты его берешь, если ты тратишь в сторону врачей, там, медлидеров, ты берешь у инвесторов, либо у пациентов. Тратишь в сторону пациентов, ты берешь у клиники, ну, без вариантов вообще. А синдром самозванца случается? Случался ли в начале в медицине? У меня прошел года через три. Года три мне было как-то тяжело. Вот, ну, и тяжело, потому что я точно была просто молода. Вот, ну, в том плане, что у меня не было опыта управления гендиректорством, таким огромным коллективом, такой ответственностью. Еще мы вошли, купили Скандинавию, за год уволили, ну, всю топ-команду. В общем, там много очень токсичного было, там, ну, про мое имя, просто сколько в соцсетях, что какие-то страшные люди, там, уничтожают медицину. То есть там было много такого и персонального хейта, и прочее. Я, конечно, ну, не понимала вообще, как вот к тем всем, плюс себя очень ругала от того, что там не получается так быстро. У нас два года выручка всегда росла, но расходы росли больше, у нас падала ебеда. Вот это, я помню, просто как страшный сон, страшный. То есть вот это мое как бы персональное дно, что я понимаю, что я как бы, ну, вот я взяла на себя попещание, мне не получается его выполнить. Акционер спасибо ему большое ни слова не говорил. Он единственное, что спрашивал, что я думаю, что он как нормальный человек, он знает, что никого нельзя нанять, чтобы два года человек сразу показал. Поэтому у него внутри был, видимо, свой срок, когда он просто смотрел, когда они, наконец, как бы соберутся. Но ему просто фантастическое спасибо. И я, конечно, ну, его опыт несу дальше, вот как сама, как лидер. Он спрашивал только, что делаете, что пробуете, какие гипотезы, что делаете, что пробуете, какие гипотезы. Ни одного слова не говорил, что типа вот там вы почему-то не молодцы. Но при этом мы ходим с этими презентациями, все планы красного цвета, потому что это просто как бы фантастический стыд. Я внутренне чувствовала и синдром самозванца, и бесконечный стыд, что мне доверили дело. Все мои друзья, макензоиды и прочее говорят, Оля, у тебя же работа мечты, и социальная отрасль, и медицина, и полный карт-бланш, и делай, что хочешь, и вот как бы зарплата, и там всё-всё. А я в реальности просто в аду. Но потом, когда мы начали уже там расти и прочее, стало легче. Плюс как-то все подуспокоились, и я, конечно, ну вот сейчас я в себе просто очень уверена. И понятно, что у меня не всё всегда получается, там надо плюс-минус и прочее. Но я про себя прям всё знаю. Вообще у меня даже сомнений нет, что я точно себе доказала, что я могу быть генеральным директором. Я могу брать ответственность, принимать решения, нанимать, увольнять, давать стратегию, давать вдохновение, разговаривать, справляться с каким-то там звездецом, который неожиданно прилетел, быть стабильной, устойчивой, там всё. Я про себя проняла, и мне вот сейчас легко. Но обратная сторона этого, что мне, конечно, внутри хочется следующий челлендж. Я так думаю, надо как-то снова куда-то опрокинуться, где я буду снова в режиме тотального ужаса и каких-то новых там введений. Но три года это прям заняло. Три года было ужаснейших вообще. Сколько в этом силы и лёгкости в том, что ты говорила. Это же супертяжело пережить. Да, это стоило мне семьи. Ну, то есть мы развелись с мужем. Не совсем из-за этого, но очевидно, что я была не в себе. Я поймала дикое выгорание. Там, в общем, всё было какой-то просто адский ад. Ну, то есть это как бы дорогая цена. И в том числе я там тоже к вопросу, если мы искренне делимся. Ну, вот управленческие челленджи. Я в том числе в прошлом году и в текущей я регулярно тоже с психологами обсуждаю. У меня полное ощущение, что я сама же сдерживаю следующий рост. Для нас очевидный рост. Мы всё хотим купить какую-нибудь очень большую сеть клиник в Москве. Это как бы моя основная мечта все эти годы. Ну, потому что это изначально наша стратегия. Мы будем покупать и строить прям огромную федеральную сеть. А я прям понимаю, я прям ловлю, что я как будто одновременно и на газ, и на тормоз. Что я сама же главное сопротивление, ну, каким-то неосознанным способом, главное сопротивление, чтобы случилась большая сделка, чтобы мы росли и прочее. Вот. И я, ну, то есть только вот через тоже помогающих специалистов я могу выловить, что вот этот вырасти в Скандинавию до текущих цифр, и для текущего моего спокойства, и до системы, где вообще от меня ничего не зависит. Я могу пропасть на месяц, ничего не упадет. Я могу завтра все бросить, уехать, не знаю, замуж в Италию, и я знаю, что у меня есть приемник, что вообще абсолютно все будет гладенько. Вот. И у меня была вот эта личная мечта построить, чтобы все работало без меня, и я вообще была у них как талисман. Вот. В общем, вот. А и как бы на следующий рывок, я понимаю, что это дорого стоило. И мне это так дорого стоило, что часть меня все время такая, типа, может, не надо. Масштаб вызова ты классно отметила, что вот я за три года прошла вот такое. И как будто хочется влезть еще в какой-нибудь, ну, потому что по-другому жить уже неинтересно. Ну, да. И при этом тоже вот что психологи на это говорят, что, Оля, вы уже другая. И я знаю, что я уже другая. Я уже лучше чувствую, я быстрее, как бы мне не... Я не с опозданием в год пойму, что я что-то устала, а я, как бы, ну, наверное, с опозданием там в неделю-две, может, зафиксирую. Ну, то есть я просто лучше чувствую, у меня больше опыта. И мне приходится самой себе напоминать, что я из другой точки на это смотрю. И поэтому следующий вызов, я смогу к нему как-то более классно относиться, без разрушающего такого воздействия на все сферы моей жизни. Вот. Ну, посмотрим. Как тебе идея быть министром здравоохранения? Вот министром нет. Надо как-то... Почему? Министром любви. Можно быть министром любви? Я буду ходить и какую-нибудь вот эту ебанцу распылять. Где влияние больше? Я прям мечтаю вообще. Вот если честно, я когда визуализирую, что у меня 95 лет, у меня похороны, мне почему-то нравится визуализировать, как будут, как бы, отмечать, когда я уйду. И там какая-то дикая вечеринка, и все вспоминают, как Оля ярко жила. И я ещё не там. Больше всего меня расстраивает, что я как-то вот не там. Но я прям вижу, как вот женщины там, ну, как бы внуки и там правнуки, они просто празднуют, насколько была у меня как бы фантастически чокнутая жизнь. И как я просто показывала, что вообще жизнь можно по-разному. И я вот мечтаю сделать какой-нибудь фестиваль, городской праздник. У меня есть список мечт, которые, ну, вот прям мечт, на таких сумасшедших. Типа, что если вот всё можно, всё хотеть? Я прям хочу, чтобы какой-нибудь создать праздник, чтобы вся Москва там какой-нибудь день, не знаю, обливала друг друга какими-нибудь красками. Ну, то есть вот что-то такое, что как бы городская какая-нибудь новая метафора. Я вам немного помогу протолкнуть эту мысль и идею, историю о том, что у меня есть одна тоже немного вычеканутая соседка по лестничной площадке, которая познакомилась в Москве. Тоже. Там первый год жизни в Москве, которая просто шла-шла такая, помоги донести принтер. Вот так мы познакомились. И человек, который приехал из города Лальск, это где-то вроде тоже в районе севера, там где Дед Мороз живёт. Вот. И у неё тоже была идея, она хотела что-то глобальное. И в Москве у неё не сильно вышло, так она поехала и сделала городской праздник у себя в городе просто. Там приехали какие-то артисты. Все приехали выступать бесплатно. Они сделали в разных домах разные места, где можно там где-то кто-то шьёт, где-то кто-то из глины что-то делает. То есть там деревянные дома, то есть там прям деревня. Она меня прислала оттуда, видел, я был в шоке, сколько там людей. А там, ну, актёры, ой, актёры, певцы там были не супер, конечно, там не Киркоров приезжал, но всё равно там известные. И они просто приехали, и она говорит, вот это моё. Потому что она здесь обивала просто ноги в думе, она там с кем-то знакомилась, прямо на входе, кто-то выходит в костюме, она такая просто тебе, здравствуй, молодой человек, давайте познакомимся. И мне не получилось здесь. И она поехала сначала с Лальской. Сейчас она уехала в Сочи и хочет там тоже какой-то большой продвинуть фестиваль, что-то придумать. Вот её надо в подкаст. Это очень круто. В общем, я что-то такое хочу, и в том числе хочется среднее в медицине немножко взбалтывать. За что вот Ане я очень благодарна, что Аня всё время показывает, что вообще-то можно, конференции могут выглядеть вообще другими. Аня взболтала вообще. И конференция, и фильм, который ты сняла, это реально про взбалтывание медицины. Вот ты к этому, опять же, к синдрому самозванца. Был период, когда у тебя вот это, пока раскачивалась твоя можно и фильмы, и конференции, и всё, что ты хочешь. Я не могу сказать, что это в чистом виде был синдром самозванца, потому что, например, в отличие от Оли, мы создавали с нуля. То есть это был заброшенный пионерский лагерь. Там кто-то пытался какую-то гостиницу для китайцев сделать. То есть это, понимаете, это была какая-то долгая стройка. И вообще мне казалось, что я увязла просто в каком-то стартапе. Все уже давно вернулись в Северсталь, а мне как бы эго не позволяло, что я сейчас вернусь, скажу, вот, у меня не получилось. В общем, мне казалось, нет, мне надо до конца попробовать открыть эту больницу. Но у меня была другая проблема, что наш акционер основной, что главный врач, это всё были мужчины, старше меня там на 15-20 лет. и я очень долго не могла от них сепарироваться для того, чтобы самостоятельно рулить больницей. Можно сказать, что это произошло недавно. Первый шаг был, когда ушёл наш первый главный врач, Дмитрий Викторович. А это, надо сказать, что была поворотная точка для реабилитации в России вообще, потому что это врач, который 20 лет жил и работал в Штатах в реабилитации. И как раз с его приездом к нам по приглашению в Три сестры мы стали разбираться, что такое реабилитация. Потому что до этого все врачи, которые называли себя реабилитологами, это было ненаучное, несистемное. А он приехал и сказал, как должны выглядеть программы. При этом он как врач не был хорошим управленцем. И я себе придумала так. У меня есть какая-то комната суперзнания. Вот такая вот Википедия по реабилитации, где есть ответы на всё. Я приходила к нему, говорю, вот такая проблема, как там решается? Ну вот так вот так. Ну у нас это невозможно, потому что у нас медсёстры не так обучены. А понятно. Я уходила, закрывала дверь и понимала, как я это буду решать. И вот когда в 2019 году его переманили за большие деньги, которые я не могла ему платить, для меня это была личная катастрофа. Мне казалось, что сейчас всё провалится, я не смогу, как я буду без своего вот этого, без своей фигуры отца. А надо сказать, что у меня, я воспитывалась без отца. И, наверное, это есть ещё какая-то психотерапевтическая травма. Я была к нему очень сильно привязана. И когда он ушёл, это было как вот какое-то личное предательство, с одной стороны. И я долго и тяжело это переживала. Но оказалось, что я сама уже за это время много ещё знаю про реабилитацию. Я вообще могу про это рассказывать без зазрения или каких-то сомнений, что у меня нет медицинского образования, потому что реабилитация это во многом про образование. Это как заново научиться там снова ходить, говорить. Это математика, про которую легко можно разложить. Я могу первично проводить консультации по реабилитации людей, потому что задавая определённый вопрос и понимая, в каком он состоянии, я знаю, какой у него будет маршрут или путь. Мы знаем о вас некоторые интересные факты, что вы раньше принимали сами звонки, и у вас даже ваш номер был просто прицеплен на карточки, видимо, на Яндекс-картах, что прям... WhatsApp, да. Это путь всех стартаперов. Пока у тебя нет денег, ты делаешь всё сам и с телефоном ходишь в туалет. Ты хочешь сказать, дай пять. Да. Едешь за рулём, тебе звонят, а вдруг это клиент, останавливаешься. Добрый день, клиника реабилитации Терри Сестра. У меня было Серёжа, Серёжа, помолчи, ребёнку там, два-три года. Я говорю, пожалуйста, помолчи. Я тогда делала проект у меня на телефон переадрес. И у меня второй телефон, такой кнопочный был телефон. Я закрывала дверь, понимала, что он может сейчас в любой момент начать орать, по любой причине. Я такая дверь закрываю. Здравствуйте, лаборатория. Да, это вот театр родного актёра. Я люблю принимать звонки. И до сих пор это как вот этот врач в операционной отдыхает. Если я сяду за телефону на день, для меня это одушено. И иногда я так и делаю. Я прихожу стажировать какого-нибудь нового менеджера по продажам. И день работы вот в отделе госпитализации, у меня потом супермного идей, что надо сделать, изменить, соцсети, сайт и так далее. Правда, это потом мешает вот как врачу быть управленцем, потому что те звонки, которые ты принял, это твои пациенты, которых ты ведёшь. И если ты занимаешься только этим, ты делаешь что-то качественно, ты быстро отвечаешь на их запросы. А когда ты становишься там CEO или там управляющий партнёр и сидишь на подкасте, а у тебя там пять сообщений, что делать там моему папе после инсульта или ребёнку после травмы. Тоже вопрос, насколько ты это делаешь хорошо. Это вот про врача, который управляет или лечит. Что-то одно. А потом с акционером такая же история. То есть он главная фигура, такая отцовская, ещё и с юридическим прошлым. я без него боялась ходить на какие-то переговоры большие. И вот в этом году у нас сейчас есть возможность, может быть, прыгнуть в большую игру. Я поняла, что я себя чувствую абсолютно свободно. Более того, я как бы прокладываю сама стратегию, в какую сторону направлять. И это какое-то собственное достижение, что вот я выросла, что я теперь не завишу от главных, от старших, кто в иерархии умнее или значимее, что у меня появилась какая-то внутренняя свобода принимать эти решения. То есть это был не синдром самозванца, а путь сепарации от больших, важных, умных мужчин. И у меня это получилось. А был хейт какой-то со стороны медицинского сообщества? Ну, то есть кто эта девочка? Что она знает про реабилитацию? Она еще нас учить будет. Точно. Был хейт каких-нибудь врачей, которые увольнялись и там всякое плохое говорили. Но у меня такая особенность, что когда приходил кто-то и говорил, а вот конкуренты кто-то, а вот конкуренты это. Я всем говорил, я вам запрещаю смотреть на конкурентов. Я вообще не хочу знать, кто там чего открылся, у кого какой штат, кто там работает. Я хочу сосредоточиться только на нашей клинике. И какой у нас технический лимит? Вот где наша лучшая версия себя, три сестры, и где мы сейчас? И как нам туда дойти? Я готова изучать там лучшие практики, науку, исследования, но если там рядом какой-нибудь санаторий перепрофилировался в реабилитацию, это только отнимает мою энергию, ничего не привносит. И вы тоже так не делаете. Просто ищите, как мы можем делать лучше для наших пациентов. читайте исследования, смотрите, кто что придумал в мире, чтобы, не знаю, рука заработала. У меня прям разговор прошлой недели. Ко мне приходит медлидер и говорит, слушай, вот мне ребята из команды говорят, что вот смотри, а вот там, а я не знаю, как мне реагировать. Я говорю, если тебя это как-то вызывает какой-то отклик, она говорит, у меня отклик, типа идти хантить там быстрее кого-то. Я говорю, подожди, тебя отклик вызвало? Почему? Тебе нужен кто-то сильный в команду, ты переворачиваешь это в сторону, а как я могу стать лучше, чем вчера? Если это вызвало какой-то эмоциональный отклик, эта информация о том, что где-то что-то, значит, где-то ты видишь свою точку роста, вот найди, где эту точку роста. И это не про то, что бежать делает то, что делает кто-то, это про то, как я могу стать лучше, чем я вчера была вместе с командой и команде это донести. И всегда у команды, если ты не 100% времени с ними, а ты не 100% времени с ними, всегда будут какие-то мысли относительно, а там то-то, а тут тигру мало на мясо не докладывают, а тут ещё что-то. Тут вопрос, насколько ты эффективно направляешь их в сторону. Хорошо, да, давайте подумаем, как мы сделаем так, чтобы завтра у нас было лучше, чем вчера. Но другое дело, что всё равно нужны какие-то опоры в индустрии. И точно для меня Владимир Коршок, мы дружим, и если мне нужен какой-то совет у какого-то там наставника, коуча или сложной ситуации, я точно позвоню ему посоветоваться. Есть там Парамонов, есть Бойченко, есть Оля, есть Марина. И в этом чувствуешь какую-то свою прочность, свою... Видишь тоже разный путь друг к другу, и это страшно поддерживает. Отсюда, кстати, все эти безумные ну или осмысленные мероприятия, медицинские стендапы, фильмы для того, чтобы вот это фрагментарное, закрытое, такое обороняющееся сообщество, где каждый самый умный, где каждый не надо открываться, а вдруг что-нибудь украдут, посадят, чтобы это было наоборот такой одной стаей. Вот это тоже одна из моих таких личных миссий. Да. Я еще подумала про тоже история на твою историю, что объяснить врачам, что лечащий врач может встречать, а ты получаешь такой дебаты на уровне. Как, кстати, я недавно с одним стоматологом, тоже из наших друзей, у которого там своя сеть клиник, он поставил камеры, которые компьютерным зрением замеряют, помыл ли руки стоматолог на приеме. И он говорит, я такая, как интересно, а как бы что, не моют? Он говорит, и я тоже, представляешь? Это мне, говорит, другая стоматология, тоже очень крутая, тоже из наших друзей, рассказала, что оказывается, вообще-то не моют. И он говорит, я собрал стоматолог, говорит, я сам стоматолог, а дальше начались споры, и оказывается, что половина коллектива, говорит, моего коллектива, говорит, что не надо. И говорит, я сижу, и не понимаю, я в себе, не в себе, может, я учокнулся, может, это они, кто вообще, где здесь, правда? У меня была такая же история, случается ковид, мы, вот Скандинавия Вапетер, это там сильнейший бренд, ЭКО, мы там лучшие презентативности в стране, очень этим гордимся, в общем, мы прям реально дико крутые. Вот, и случается ковид, нас как бы в Питере, что тоже только с Питером, по-моему, случилось, закрывают как бы как рестораны и фитнес-клубы, вот, и мы, и в общем, мы в попытке хоть что-то делать, всё равно, надо как-то себя развлечь и чем-то полезным заняться. Мне приходит идея, соберу-ка я врачей, как бы, ЭКО, и говорю, давайте каждый, обзвоним всех наших пациентов, которые застряли между циклами, например, там успели заморозить, но не пересадить, или ещё что-то, а я как раз сама, мы вот с бывшим мужем тоже сохраняли эмбриомы, я была вот ровно таким пациентом. Я говорю, просто позвоним и скажем, что всё нормально, не переживайте, как только мы откроемся, мы вам сразу сообщим, весь персонал на месте, там, не знаю, эмбриоблок на месте и прочее. И у меня как бы дикий крик на тему, что унизительно звонить, а зачем звонить, просто крик. И я вот сижу, я помню до сих пор это телесное ощущение, я думаю, это я права, я не права, а где мой ориентир, за что мне подержаться, чтобы доверять себе, что вообще-то это нормальный звонок. Он нормальный. И, конечно, его лучше сделать врачу, потому что, блин, всё равно врач сидеть не работает. Мы ему платим зарплату, потому что Мордашов разрешил всем платить зарплату больше, чем оклад, потому что я его ходила, слёзно уговаривала, что это как бы, ну вот такой, просто надо всем собраться. И мы жгли 150 миллионов рублей каждый месяц, хотя они могли не сжечь, да, просто потому что он разрешил платить. Вот. А врачи мне говорят, что я не хочу звонить, это как бы не врачебное дело. Вот. И, ну, потом с тех пор, там, вот у нас просто не осталось ни одного врача работать, вот, из той парадигмы, кто орал. Вот. И тоже для меня урок, и для всех нас урок, что надо вот, когда это совсем не твой человек по каким-то таким ценностям, ну, просто надо прощаться и не переживать, ну, как бы, и сразу искать нового. Ну, то есть, ну, там, не увольнять, конечно, ну, там, просто как бы, прям знать, что тебе надо, видимо, готовить, как бы, кого нанимать, чтобы потом просто среда изменилась, и люди сами ушли. Это обидно было? Очень. Когда ты договаривалась о зарплате, а врачи отказались делать минимальную штуку, вообще, позвонить пациенту. Обидно. Ну, и для меня, скорее, это было такое, как бы, вот где, вот я именно опору искала. Я помню, прям, опять, что-то я всё время про психологов, вот это тот случай, когда я потом с психологом своим рассказываю этот эпизод, и говорю, ты, может, я не права, что я сделаю не так, почему мне так плохо? А я понимаю, что вот в этом одиночестве, что мне просто нужен был кто-то, кто скажет, что, ну, вообще-то, Оль, нет, окей. То, что ты говоришь, это как бы, ну, вообще-то что-то внятное. Вот. А получаешь такое дикое сопротивление. И, конечно, помогает ориентироваться, ну, вот просто иметь, как бы, друзей, кому позвонить, кто скажет, что ты окей. Ты окей, твои мечты окей, мы тоже хотим, это очень надо. Вот, как вот, ну, Аня говорит, что она знает, вот, кем хочет быть, ну, там, три сестры, вот, где наш вот этот вот предел. И мы только туда идем и сверяемся с этим. У меня то же самое, ну, вот, когда ко мне приходят, там, наши ноющие, там, особенно, вот, офисные сотрудники со словами, там, мы все попробовали. Я прям вот на этом моменте сейчас сажусь, говорю, подождите, медицина, у нас есть, там, часть нашей стратегии, УТП, уникальное торговое предложение, которое мы, там, на основе больших исследований, там, многократных изучений всего, мы определили, что мы хотим, чтобы поликлиническая медицина была понятной. Потому что есть вот этот страх. Ну, просто ничего непонятного. Говорю, вот пока, ну, то есть, ну, в общем, всем понятно, кто не медик, что ты приходишь к врачу, ничего непонятно, ничего не можешь запомнить, никто ничего внятного не может объяснить, что с тобой будет, почему с тобой это случилось, а что дальше? А вот эти пить лекарства, это обязательно пить или это просто хорошо бы попить? Вот. Или вообще, а какие красные флаги? А мне вот когда к вам бежать или, может быть, просто посмотреть, понаблюдать? Вот. Ну, то есть, вот этот путь у пациента, никто, никем, никак вообще, он не сформулирован, и мне кажется, никто из нас еще не получилось вот это создать как вот, ну, какой-то системно, да? Какие-то есть врачи, кто умеет это разговаривать, но в целом никто... И я на это всегда говорю, вот в момент... Вот пока мы не научились сделать понятную выписку, пока у нас в личном кабинете нет какого-то там пути, пока у нас это не стало как бы нормой для наших врачей, даже не говорите мне, вот просто не говорите, что мы все попробовали. Просто... Или не говорите, что это не нужно, потому что оно точно нужно, и мы туда не дошли. И да, я знаю 100 тысяч причин, почему не дошли, потому что всегда есть что-то еще, что отвлекло, блин. Но в реальности вот я хочу туда, и пока это случилось, просто даже говорю, не отвлекайте меня, не злите меня, и как бы начинаю сразу возбуждаться и сама ругаюсь. Но это реально про внутренние опоры и про то, что задача руководителей, может быть, почему врачам так тяжело, потому что они вот из той среды, им еще тяжелее как бы вот смотреть свежим взглядом и как-то вот выдерживать сопротивление. Особенно, если коллектив токсичный, если много токсичного сопротивления, это вот иметь, вот в моей внутренней опоре, что я не одна в своей как бы среде, так или иначе, и я знаю, куда хочу, и я верю, что мой результат, ну что я не сумасшедшая, я его не выдумала. Я хочу, чтобы медицина была, как для моей мамы. А для моей мамы я хочу, чтобы ей было понятно, чтобы ей было спокойно, чтобы с ней поговорили, чтобы ее похвалили. Почему никто из врачей не хвалит? Я прям уже даже тренинги записала сама лично. Хожу, все рассказываю. Говорю, почему вы не хвалите человека, что он пришел на прием? Вот во мне пять прививок от ковида. Мне ни одна из них не нужна была, я вообще никогда не болею. У меня фантастический иммунитет, я всегда здоровая. Я привилась, чтобы других оберегать. Похвалите меня за это. Или я дошла наконец-то на плановый прием. Ну похвалите, что я такая осознанная. Вам что жалко? Никто не хвалит. Мы когда еще даже не открылись, а достраивались, но уже взяли первую команду вот еще до американского доктора. Ко мне обратилась подруга из Северстали, у которой мама там с болями в спине. Может ли твой доктор посмотреть? Я говорю, слушай, у нас есть пока офис, нет медицинского кабинета, если это окей, то да. Она приехала, доктор ее посмотрел, и договорили, что выписку он перешлет через меня. Ну я, естественно, эту выписку открыла прочитать. Ничего не поняла. Ничего не поняла. И мне было стыдно эту выписку отправить. Я сделала такое упражнение. Я взяла, открыла Google и переписала эту выписку на человеческий язык. И принесла доктору. Что у чата GPT? Перепроверить. Чтобы он перепроверил. В общем, он страшный был. Зол. Тогда я услышала впервые фразу, что выписка для прокурора, что это вообще все неправильно. Мы как-то в итоге эту выписку поправили. Но вот спустя много лет у нас был большой проект по изменению выписки, куда мы пригласили не просто там врачей, реабилитологов, но и редакторов. Например, Люда Сарычева, которая пишет «Сокращай, уступите место драме». Она работала над нашей выпиской для того, чтобы эта выписка была структурированной и понятной. И, например, одно из наших достижений там, у нас есть лист про лекарства, которые нужно принимать пациенту. Надо сказать, что особенно у людей старшего возраста это проблема. Они пропускают прием лекарств или это все хранится как-то, знаете, на кухне вместе с печеньем, какими-то салфетками и прочей ерундой. Так вот, она там сделала табличку, где написано лекарство, дозировка когда и зачем это нужно. Вот для чего вообще это нужно. Вот это, чтобы давление у меня всегда было в порядке, инсульт не случился. А вот это я принимаю только если у меня какие-то показатели. И оказалось, что вот такая простая коммуникация, она повышает приверженность этой терапии. У Ании есть канал «Чеховские истории». Там есть пост про эти выписки. Это вот тот случай, когда мы тоже всей командой читали, смотрели. Но тогда у нас не хватило сил как бы внедрить. Это бесконечный процесс. Это бесконечный процесс. Потому что даже если ты это внедрил, задай себе вопрос, внедрил ли ты это. Потому что тебе надо это проверить. Реально так. Потому что то, что ты один раз сделал выписку или там как-то всех научил, её внедрил, это не значит, что через полгода они не стали писать по-старому. Вообще не значит. Потому что энтропия вышует. Оно как бы... Ну то есть бывают вот эти бесконечные проекты, которые очень классно выстреливают. А потом, если как бы не остаётся человека, кому лично, у кого это личное дело чести, это проверять, смотреть и бдить, то оно как бы... Ну не всегда, но иногда оно так это раз утекает, и снова люди пишут непонятно, и забыли табличку, и там, в общем, ещё чего-то. Жизнь. Жизнь. Нам расскажут жизнь. Просто я переживал, что у нас какие-то проблемы роста. Да. А так же хорошо становится. Ну что, про медицину и бизнес давайте поговорим. Про конфликт интересов. Это прям горячая тема. Как продавать колоноскопию и прочие неприятные штуки, зная, как вообще правильно продавать, но при этом ограничивая себя каким-то этическими соображениями. Я скорее вижу проблему, что они недопредлагают, недообъясняют, что-то стесняются, особенно если колоноскопия, особенно если это не просто приём повторный, а там чуть-чуть что-то сложнее. Идите где-нибудь, сами найдите. Анализы не предлагают у нас, потому что там же дешевле, а у нас дороже. И до сих пор мы столько жалоб получаем, что буквально жалобы могут текстом звучать, типа, почему они экономят мои деньги, почему мне говорят, что в Хеликсе потешевле, я что, плохо выгляжу? Это я цитирую текст женщины-пациентки. Ну и понятно, жалобы бывают в обе стороны. Но к тому, что и у нас, например, с одной стороны мы держимся, и там, например, до последнего, пока я в клинике, у нас не будет доктор получать за направление к другим поликлиническим врачам. Просто нет, никогда ни за что. Пока я здесь, вот если меня не будет, вы там, может, как-нибудь сами. А пока я здесь, нет, никогда ни за что. Но при этом я им говорю, что, ребята, вот вы как бы хотите хорошо лечить. Все ваши книжки, доказатели американские, не только, говорят о том, что приверженность лечению больше, когда пациенту объяснили. Также она больше, когда вы назначили повторный приём. Я не спорю, я не врач, я не спорю с вами, нужен ли повторный приём. Но если вы написали в карте, что он нужен, то дальше я, как лидер, прошу вас сразу записать человека ко времени, потому что так он возвращается в 90% случаев, а если вы ему просто сказали, вернитесь там когда-нибудь через три дня, да, то он вернётся в 50% случаев. И это фантастическая разница, потому что фантастическая, это живые деньги, да ладно, деньги, я говорю, это та самая приверженность, но если вы хотите, чтобы он сделал, то давайте как бы доделаем все эти шаги. Вот, и у нас весь, вся дискуссия про вот те самые продажи, она строится через то, что, ну вот, мы вот вроде как, если мы здесь знаем, что так правильно для пациента, то как нам выстроить всем вместе, да, и где-то это роль врача, где-то роль поддерживающего персонала, чтобы пациент дошёл, дозаплатил и прочее. Вот, ну и плюс я всё время пытаюсь найти какие-то уловки, чтобы врачи не переживали из-за денег, это всё дико тяжело, вот, но я, например, всегда говорю, что на стратегии в Санкт-Петербурге мы хотим, чтобы 5% петербуржцев ходили к нам на регулярной основе и все медицинские вопросы решались с нами. И оно очень понятно звучит, прям очень понятно. 5% людей, как бы вот, все-таки, а, ну 5 миллионов, наверное, там, то есть это даже посчитать легко, даже если ты не математик. Вот, а дальше я говорю, вот, смотрите, 5% петербуржцев это люди, у кого есть деньги. И им ваши деньги не важны вообще. И да, некоторые из них всегда, особенно там есть очень богатые люди, которые всё время жалуются на стоимость приёма. Это, как бы, говорю, вообще не коррелирует ни с доходом и прочее. Говорю, уважайте своё время, вы учились много-много-много лет, чтобы, как бы, давать сейчас, ну, вот, ваше экспертное мнение. Даже если оно 10 минут, это не значит, что его нужно, там, как бы, дёшево продавать. Вот, поэтому я пытаюсь как-то их вообще, ну, чтобы они не думали про деньги, не стеснялись, там, не стыдились. У нас отдельно коуч работает, ну, буквально, вот, там, запрос на то, что стыдно про деньги, он колоссальный, просто огромный. Да. Может быть, он чуть-чуть меньше в Москве, я думаю, чуть-чуть, как бы, вот, мне кажется, ну, вот, по моему опыту, у нас же клиника в Казани, ещё в Вологде, вот, в Казани мы прям большой игрок. Вот, там, ну, как бы, в общем, короче, как будто чем дальше от Москвы, тем стыднее про деньги говорить. Вот. Я сталкиваюсь ещё как руководитель с тем, что бывает стыдно сказать про деньги пациенту, но потом обсуждать с клиникой относительно того, что сколько стоило и сколько там я должен зарабатывать в связи с этим, здесь как-то другие правила включаются. Вот. А по поводу того, что ты сказала, мне кажется, что у меня есть ответ на то, почему так случилось, потому что у нас был достаточно долгий период, когда был перекос в сторону, от того, что медицина очень активно продавала. То, что не надо было продавать. Больше, чем надо продавала. И это естественная история, всё развивается по спирали. У нас сейчас перекос в другую сторону, и где-то в серединке мы все встретимся, и всё должно быть хорошо. Но я думаю, что оно не бывает в балансе достаточно долго, всё равно будут какие-то движения, и тут наша внутренняя этика и наше представление, как правильно нам должно помогать. Мы совсем недавно снова столкнулись с этим, что мы просто можем предоставить врачам, можно делать новую услугу. Да, там есть определённые условия, но мы говорим, что для нас мы просто выходим в ноль. Это будет для вас работа, у вас будет заработная плата, всё нормально. Вот. Но учитывая, что у нас есть определённые условия перед людьми, у нас повышается стоимость услуги. Она становится, в принципе, дороже, чем в средней по Москве. Вот. А услуга такая достаточно доступная, и люди, в принципе, везде могут там, условно, около каждой экстанции метро это сделать практически, там, в 10 раз, может, даже на это дешевле. Ну, по правде говоря, там не в 10, там было в 3. Вот. И врачи просто, они отказались. Они говорят, мы не готовы на это идти, то есть это нам не нужно, пускай другие это люди делают, вот, мы не будем в этом участвовать. Хотя, по сути, моя была история, мы объясните о том, что, смотрите, если пациент пришел к вам, если он искал вас, через всю Москву приехал, то ему неважно будет, сколько это стоить. Да, у нас сложились такие обстоятельства, но в целом у нас клиника, она дороже, чем в средней в Москве, поэтому вам не нужно его заставлять делать, вам даже можно это не предлагать, но он может быть как опция у вас, то есть вы можете сказать, смотрите, ну, вот можете сделать. Если вам будет спокойно, вы можете объяснить, что где-то в другом месте он может сделать, но если он хочет именно сделать у вас, он сделает, и все будут в плюсе, пациент получит услугу качественную от вас, он будет вам доверять, ему будет спокойнее, опять же, потому что, учитывая, что он вам доверяет, уже повышает успех лечения, вы как бы сделаете, это ваш опыт, это ваш заработок, это ваше вообще предоставление услуг, вот, мы лишь то, что будем просто рядом с вами, мы вам предоставили эту возможность, мы ничего с этого не получим, поэтому... Ну, вот это просто нужно постоянно, вот что мы делаем, да, я сейчас такая как бы советы даю, но в реальности, вот где я нахожу решение, первое, мы прям все время объясняем, то есть у нас прям есть, о финансе сделали курс тоже, нет хорошей жизни, никто это как бы не сделал, потому что весело, просто потому что жизнь вынудила, вот, и они прям показывают, вот доходы клиники, что смотрите, вот у нас там, не знаю, стоимость приема, вот расходные материалы, вот такая-то валовая прибыль, там еще что-то, вот, и как бы, а вот сколько у нас остается в конце, и из этих денег мы на самом деле покупаем оборудование и прочее, и вот если так бесконечно выяснять, они такие, о, мы не знали, что на самом деле вы не так много зарабатываете, или там, что не знаю, у нас Мордашов первый раз увидел дивиденды в прошлом году, и я прям отдельно отмечала, вот для меня лично, это была прям моя личная гордость, и я хочу у нас с ними договориться, ну, и потому что это не вопрос, нужны ли ему деньги, если у него интереснее проект и прочее, это, ну, это как бы дело чести бизнеса, вообще-то отдавать деньги своему акционеру, потому что он вложил, он вернул, и тогда он хочет снова вкладывать, и я все время об этом, ну, то есть мы все на всех уровнях об этом рассказываем, и прям показываем пинель компании везде, это такое первое, что делаем, второе, что мы делаем, мы все время показываем, я в какой-то момент, так же вот, как ты, Ань, сама писала выписки, я сама писала медицинские стратегии, вот, я сажала рядом с собой лидера, находила самых таких, ну, как бы активных, вот, и говорила, я все рисую, презентация, все на мне, вот, ты мне просто даешь, как бы, ну, контент. Там были прям очень понятно, куда движется педиатрия, например, какие у нас пациенты, какие возраста, там, что мы делаем, какие услуги, или там, какие научные, вот научные работы мировые, что говорят о педиатрии. Там, кстати, вот это к вопросу, что мне всегда нужно быть врачом, чтобы, ну, вот мне, как маме понятно, mental health, связанная с гаджетами. Вот это три темы, на которые просто больше статьей, ну, за последние 10 лет, тренд туда. Ну, и там еще было пару тем каких-то других. Вот, и мы вот это все рассказываем, но часть стратегии, в том числе, она как бы медицинская стратегия, педиатрия. А дальше, вот ключевые наши конкуренты, вот какие у них цены. И мы прям везде пишем, что я говорю, я не хочу быть средней клиникой города. Нет, никогда ни за что. Мы клиника, которая дороже. И мы, например, показываем, что мы дороже всегда на вот этот процент. И это тоже, мне, как человеку из бизнеса, очень легко об этом думать, потому что, что такое аэрофлот, например. Вот я когда-то работала на аэрофлот. Там очень понятно, там ценообразование вот авиакомпании очень простое. Ты либо прайс, как бы, забыл, как называется слово, ну, ты либо создаешь эту цену, и аэрофлот всегда может себе позволить плюс 10 процентов. То есть он всегда дороже, на любом. И у них там целый отдел сидит, который говорит, что если вдруг мы, у нас дельта между следующим конкурентом меньше 10 процентов, то мы сразу повышаем цены. Потому что мы как бы создаем этот ценник. И мы можем себе это позволить. А есть как бы там, не знаю, UTR, у них всегда стратегия была там, не знаю, наоборот, ниже, да. Ну, то есть у них формула. Я говорю, вот у нас эта формула, как только я вижу, что вдруг там какой-нибудь конкурент, у него прививка повысил, в ту же секунду я повышаю деньги на эту прививку. Вообще. Я говорю, я учу об этом думать, что нам не стыдно, у нас такое позиционирование, часть прочая. А потом, говорю, вы хотите работать в стенах, ну там, ну то есть, а дальше, ну я рассказываю, какое бесконечное там качество мы инвестируем в медицинский капот, оно стоит деньги. И за это, говорю, я готова как бы, ну рисковать условно, да, и говорить, что мы всегда дороже. Вот. Ну и да, мы там не в 4 раза дороже. Ну, короче, мне кажется, 30 процентов мы держим. Вот. И мы прям все время об этом рассказываем. И третье, что я делаю, есть люди, которым легче говорить о деньгах, чем других. Вот у меня есть там коммерческий директор. Вот она, ей прям, ей просто не неловко. Вот мне, например, не неловко. Я сама, если честно, как бы первый раз зарплату попросила, вот неделю назад я ходила к акционеру, просила себе повышение. Это была моя духовная практика. Я себе попросила, все-все-все, больше из дома не выйду, вот пока я не пойду, как бы, не попрошу себе зарплату, потому что я прям понимаю, что сколько я могу врачей учить, а сама я такая же. Я все свои там, среды врачей, подкасты и прочее, снимаю за свои деньги, дарю подарки персоналу. Без меня, конечно, какая-то вот мутотень. Я же Министерство любви в будущем, поэтому я все время что-то вот это творю. Всегда. Мне всегда стыдно это взять с компанией, потому что, ну, у меня же там процедура, там еще что-то. Вот. Поняла, что я, в принципе, такой же как бы человек, как вот, и как бы как-то это неконгруентно. Проще перевести с карты. Да. Поэтому я только думаю, если я вот врача прошу, как бы, как бы уважать себя, то и мне надо себя уважать. Ну, в реальности тоже, что сейчас у нас произошло в стационаре. Вот. Ну, мы в прошлом году вляпались как бы в большие очень, ну, там нам сотни, много сотен миллионов рублей. Как бы с нас сняли деньги за что-то, что за вообще сильно прошлые года, за услуги, которые были уже оплачены. То есть там все уже было. Я читала в Тинькоме про МС. Ох, это было больно. Вот. Но как это, ну, многому нас научило. Вот. И мы в этом году просто, смотрите, говорю, вот у МС-операции, давайте так, что мы, во-первых, внутренний резерв. То есть это слишком рискованно. Хотя мы там, ну, вот вообще все соблюдаем, что можно соблюдать. Но вот эта история, что задним числом могут просто сказать, что раньше эти документы были окей, а сейчас вот ровно эти не окей. Вот. И как бы сняли с нас деньги. Поэтому, говорю, вот сейчас как раз должна быть маржа 40%. Ну, в общем, все. Ну, и дальше там. И дальше у меня есть несколько послаблений. Если вы все равно хотите там работать, то оперируйте в субботу. Вот. И это потому, что все хотят только в понедельник с утра оперировать. Вот. Ну, условно. Ну, то есть у нас дальше начинаются какие-то рычаги, что мы можем делать. Вот. Но при этом, я даже не с бухты барак рассказываю. Это вот мы бесконечно много рассказываем, что мы в ситуации. Говорю, моя мечта, чтобы стационар был многопрофильным. Моя мечта продолжать работать в ОМС. Потому что я хочу, чтобы мы были многопрофильными. Я хочу, чтобы мы делали онкологию, там, тяжелую хирургию и прочее. Это часть, говорю, моего, ну, вообще нашей репутации общей, часть нашей радости, как вот медицинская клиника. Я не хочу. Ну, короче, я отказываюсь быть в частной клинике, которая не работает в ОМС, потому что для меня это как бы спектр того, что мы делаем, как мы с собой гордимся, все эти научные работы, там, и прочее. Вот. И поэтому, говорю, если, ну, вот, такие условия, поэтому, значит, такие правила. Вот. И врачи постепенно, короче, вода камень точит. То есть они такие, окей, окей, ладно. И они начинают там креативить, там, что-то придумывать, там, как-то это, выходить на работу в восемь, начинать операции в восемь, там, думать, а что мы, а как нам сделать так, чтобы операционная быстрее, там, ну, как бы работала. Вот. Аня, конфликт интересов пациента и медицинского бизнеса. Я не называю... Как ты себя в нём чувствуешь? Я не называю это конфликтом интересов. У меня конфликт интересов-то, когда надо годовую прибыль распределить, отдать на дивиденды, а сколько оставить на реинвестиции в клинике? Вот это у меня конфликт. Понятно, что это сложно, потому что реабилитация, особенно ранняя реабилитация, это дорого. То есть это дорого не в смысле, что мне дорого прийти в ДОК-дети за приём 15 тысяч заплатить, я их найду. А здесь надо миллион найти, потому что всё, что связано с сосудистыми катастрофами, это месяц реабилитации интенсивной, это там, ну, миллион и выше. И вот тут как бы, как это позиционировать, это было сложно. И первые свои консультации по телефону, когда спрашивали, а сколько стоит, я говорила примерно так. Ну, смотрите, у нас цена, всё включено. Это я сразу поняла, что делать всё включено, потому что если ты поуслужно как бы распишешь действия стационара, это будет очень много и непонятно. Я говорила примерно так. Ну, смотрите, у нас цена, по принципу, всё включено. Туда включены все, значит, все занятия. Это 4-6 часов терапии в день. С вами будут заниматься физические терапии, вторготерапевты, каждый день будет невролог смотреть. Если нужны будут какие-то анализы, будут анализы. Значит, туда также входит там размещение питания, и это стоит 20 тысяч рублей в сутки. И сколько-сколько меня спрашивали. И я потом, 20 тысяч рублей в сутки. Ну, сейчас 40, но тогда было 20. И, кстати, реакция была разная. Кто-то говорил, сколько? Да пошли вы там. Пип-пип. Или сколько? Да вы что, я сейчас в Германии плачу 1200 долларов в сутки, или евро. И когда можно к вам попасть? Потом я поняла, что здесь есть что-то неправильное. И когда я стала учить врачей коммуникации, я отдельно заморочилась о том, как говорить про деньги. И оказалось, что всё просто. Нужно делать паузы и вообще никак не оправдываться. Сколько стоит? 40 тысяч рублей в сутки. Пауза. Следишь за реакцией. Хотите, расскажу, что включено. Ну, расскажите. Или сразу будут сказать, нет, мне это дорого, например. Тогда ты можешь спросить, на какой бюджет вы рассчитывали? Мы в какой-то момент решили, что деньги – это такой же жизненный контекст и критерии для принятия медицинских решений. То есть вот, например, мы берём пациента в клинику, и мы знаем, что у него нарушена речь, я не знаю, у него есть там анемия, он не может ходить. И у него есть сейчас, он занимал 500 тысяч рублей. Мы на этот бюджет должны максимально придумать способ, как из этой реабилитации получить наилучший результат. Иногда ваш фокус будет направлен не столько на самого пациента, чтобы его учить ходить, потому что за две недели, например, его невозможно учить ходить, как на то, чтобы обучить его сиделку, семью, не знаю, провести какую-то диагностику, сделать реабилитационный план, чтобы он уехал домой, и у него был понятный маршрут, какая у него следующая цель, что ему нужно для этого сделать, каких специалистов привлечь. Но за эти деньги добиться максимального результата. У нас были случаи, когда приезжают люди, у них бюджет на неделю. Но за эту неделю, даже если человек в малом сознании, гораздо эффективнее ему пробыть неделю у нас, чем у какого-нибудь конкурента в санаторий. С пиявками. С пиявками, да, за эти же деньги. Потому что за эту неделю он поймёт, что эффективно, что нет. Что можно делать дальше? На что обращать внимание? Какие красные флаги? И вот когда мы это сложили, что деньги — это такой же критерий, по сути, медицинский. Потому что когда мы принимаем решение, у нас есть не только биомедицинская позиция, но и позиция пациента, его собственные представления. В том числе, что для него дорого, что делаешь, готов он эти деньги потратить или нет. Бывают интересные кейсы, когда звонит какой-нибудь пенсионер, за то, что «ну всё, сейчас я ему озвучу». Оказывается, нет. Он вообще понимает, и он отложил, и он хочет, чтобы его супруга после инсульта начала ходить, и он её привезёт. Поэтому здесь как бы нет конфликта. Здесь есть просто некое условие, и оно каждый раз разное. Кто-то себе может позволить два месяца реабилитации и уйти реально на своих ногах. У кого-то будет две недели, но мы за эти две недели сделаем для него максимум. Я не вижу ничего плохого в условиях продажи, но для того, чтобы культурно поменять фокус, мы переименовались в отдел госпитализации. И у нас есть такое правило, что мы не оставляем ни одного человека без помощи. Даже если он... Ну, то есть, например, мы не можем его принять по медицинской причине, мы не говорим ему, простите, как бы пациент слишком тяжёлый, у нас нет реанимации. У нас есть человек, который занимается переводом его в другую больницу, и мы... То есть, наша как бы миссия в том числе, чтобы помочь всем, кто нам звонит. Если человеку очень дорого, то у нас есть пул благотворительных фондов, которые собирают деньги. Это, кстати, тоже большая поддержка, когда звонит пациент, говорит, ну, меня вообще нисколько нет. И у нас есть отдел координаторов с благотворительными фондами, они по истории могут сказать, какой из фондов возьмёт на сбор. Вообще поразительно. Я спрашиваю про конфликт интересов. У каждого это же про своё. У меня, кстати, вообще... Я сейчас поделюсь, и, может быть, у вас на это будет отклик. Я через пример попробую зайти. Мы с Катей Дроновой, коммерческим директором, решили сходить, вообще посмотрят... Вот мы сейчас немножечко перестраиваем отдел продаж, и масштабируем эту историю. И я говорю, слушай, а давай прям сходим, посмотрим консалтинг. То есть люди, которые строят это дело продаж. Что они нам скажут? Просто вот походим и посмотрим. Значит, приходим мы на консультацию, там просто божественно нам продают, просто божественно Евгений продавал. Вряд ли он слушает этот подкаст, но Евгений был прекрасен. Наверное, лучшая продажа, которую я видела в своей жизни. Мы не купили, но много чего узнали. Мы реально прямо ушли с идеями. И после этого в течение, сколько уже, два месяца мне приходит рассылка. А мы прямо с Евгением прыгаем. Мы говорим, ну а сколько вы считаете, вообще вы можете? Я говорю, ну слушайте, мы 4 миллиарда в год можем точно зарабатывать. И нам нужно к этому прийти. И, значит, мне приходит от них сообщение о том, что так, ну что? Что, вы ещё не там? Ну и что же вы сидите? Там уже ваши конкуренты. И тут я, когда смотрю эту рассылку, она на самом деле очень, ну это я так сократила, но она очень разумно была составлена. Она действительно цепляет явно владельцев бизнеса за живое. Он такой, типа, действительно, что я ещё не там, а что я себе там? Ну они же ещё так заходили через продажу. Ну а что вы себе купите? Ну, короче, всё по-правильному, намечтайте. Я такая пересылаю Кате Дроновой, говорю, вот смотри, вот мы программы ЭКО вообще не можем так продавать. Потому что на самом деле там столько триггеров, и ты понимаешь, что ты даже поможешь этому человеку, когда ты ему скажешь, слушай, вот у тебя там есть определённый возраст, после которого тебе реально будет сложнее реализоваться, как родитель. Не хочешь ли ты об этом сейчас подумать? И это можно сказать очень по-разному. Из серии, что так, ну что, Бентли ты себе ещё не купил? Ну что, сколько ещё думать-то будем? А то потом не получится. И как найти вот эту вот разумную грань, где ты понимаешь, что ты человеку-то помогаешь, но через коммуникацию вот именно в медицине ты именно так не можешь. Ты не можешь очень часто, ты не можешь чётко сказать, почему у тебя лучше, чем у других, потому что всё-таки там этика, медицинский бизнес, ты стараешься не подорвать доверие к медицине. Потому что если ты будешь рассказывать чётко, прям ярко о каких-то проблемах, люди скажут, ой, господи, лучше к врачам вообще не попадать. При этом кто-нибудь из серии герудотерапевтов, они не будут рассказывать. Они такие, ну, всё решим вообще, приходите сейчас, всё поможет. И где эта грань, вот эта этичности? С одной стороны, продать и при этом помочь, а с другой стороны, этично об этом рассказать и объяснить, что, слушай, ну тебе это реально надо. Я изначально спрашивала про колоноскопию, я как раз имела в виду, что, слушай, вот вероятность рака вот такая. Обрати, пожалуйста, на это внимание, потому что это по-другому абсолютно на человека действует, это в пользу ему работает. Это про то, что так он просто закрылся от этой темы, и как бы нет-нет. И потом, когда он же, а он биохакер, он тратит на БАДы и разное вот это вот всё шаманство, каждый месяц там ещё какие-то серьёзные суммы, а он просто не сделал колоноскопию. И ему там в 50 лет это прилетит. А он-то думает, что он на БАДах там до 90 будет бегать в тометровке. И вот это моя, наверное, личная боль, когда я могу вам сказать, но я сама себя в чём-то ограничиваю, потому что это в итоге может доверие к медицине подорвать, и вы слишком активно продаёте. Есть ли у вас такая проблема? Если да, то как вы решаете? Я просто... У меня нет такой проблемы. Мне кажется, чем больше мы про это говорим, тем больше мы даем опоры врачам, что говорить про деньги – это нормально. Вот в документальном фильме, который я снимала в декабре, там был раздел, почему вообще, собственно, есть эта проблема говорить про деньги. Там много разных гипотез. Есть очень уважаемые врачи, которые до сих пор против. Нет, врач не может говорить про деньги, неэтично. Но там был один прекрасный доктор, он ветеринарный врач, и он рассказал такую историю. Его один человек пригласил куда-то, условно, замкат, приехать, посмотреть его кошку. У кошки какая-то там штука с кожей, он дерматолог. Он приехал посмотреть кошку, довольно здоровую. И этот человек говорит, слушай, у меня тут на улице много всяких животных, ты не мог бы посмотреть их в том числе? И он говорит, стали приходить. Он говорит, ну, я могу, я же приехала сюда, я могу. Как корова пришла. И он говорит, я стал смотреть. Ну, приходили люди, ну, показывали каких-то кошек, говорили про прививки, там, собаки, там, что-то вот. И этот человек сказал, ты никому счёт не выставляй, выстави мне, я за всех оплачу. И он говорит, я потом помню, села в машину, я посчитал, и у меня получилось там, условно, 147 500. Я такой думаю, господи, как я сейчас ему эту сумму озвучу. Я написала ему сообщение, я очень подробно написала, какие ушки я смотрел, как звали этих питомцев, в какую кошечку куда направить. И вот и того, я, говорит, расписала каждую-каждую услугу, 147 500. Я, говорит, отправила это сообщение, вот так положила телефон, я боялся его брать и прочитать. Какое-то время, что, господи, что же он мне ответит, он сейчас скажет, я вообще очумела, борзел. И он говорит, я брала, взяла телефон, там написано, ок, спасибо за всё, оплатил. Просто это для меня был такой урок. И вот этот Коля, он приходил ко мне на курс, как раз запросом учиться, говорить про деньги. Он говорит, я не могу вот эту цифру озвучить. И мы с ним много раз тренировались. Вот озвучь мне эту сумму. Потому что он, вот примерно, как я про реабилитацию, много сразу было слов, почему это столько стоит, моё время, а вот если я там принимаю СИАМ, то есть какую-то свою логику. Не надо, не ведите переговоры за другую сторону. Озвучи цену, и кто-то скажет, окей, кто-то скажет, что так дорого. Вы спросите, хотите, я объясню. Кто-то скажет, а что сюда включено, и так далее. В общем, я его много-много раз тренировала. У него там выезд стоил 20 тысяч. Через год он мне записывает сообщение. Аня, спасибо тебе большое. Благодаря тебе я поднял чек, и теперь мой выезд замка стоит 60 тысяч рублей. Я говорю, Коля, остановись. Ты уверен, что это так, ты потеряешь всех своих клиентов. В общем, врач, познавший маржу в СИС. Так что я всё время вспоминаю этого Колю, который посмотрел много кошечек и собак, возможно, корову. И вот, когда он боится посмотреть телефон, а для другого, спасибо большое, я всё оплатила. Да, да, этих примеров много. Я ещё люблю говорить, как какой-то там нобельский лауреат, у него фраза есть, что если вы никогда не опаздывали на самолёт, вы слишком много времени проводите в аэропорту. Это такой прикольный образ. И я всегда говорю, если я помню, у нас там как-то снимали какие-то смешные ролики для роддома, и кого-то оскорбили. Я, в общем, я всех собрала и говорю, смотрите, если вы пробуете снимать смешные ролики, и никто на вас никогда не обиделся, значит, вы недостаточно шутите. Потому что, ну, невозможно, как бы. И поэтому, если вы, как бы, ну, ставите цену, и никто вам никогда не сказал, о, боже, как дорого, мне вот в Телеграм приходят, всё время пишут, как дорого, вот, ну, значит, вы что-то не добрали. Вот. И мне это как метафора нравится, что мы не поймём, где предел, пока мы немножко за него, как бы, не зайдём. Вот. А если у нас, как бы, нет никаких сигналов предела, значит, мы прям вообще, как бы, не постарались. Ну, и вообще, дорого или недорого, это вы можете оценить по прибыльности своей компании, вообще существуете вы или нет. До тех пор, пока есть люди, которые готовы платить за качественную медицину, значит, эта цена справедлива. Как только она будет несправедлива, рынок всё уравновесит. Ян, сейчас ценный тренинг был, я считаю. Да, потому что я остановился на втором этапе, когда я объясняю, что там и что у нас, и что вы получите за эти деньги. то есть, когда у меня спрашивают про операцию, я могу рассказать, сколько стоит, но я начинаю разговор с того, что смотрите, во-первых, это можно сделать по МС, вот, и можно сделать у нас и в любом другом центре, типа частном. В чём будет отличие? Типа, техника ничего не отличается, но там у нас, вы можете пойти с ним в операционную, у нас в этом балансе. заканчивайте. Да, Ян, приходите на мой курс коммуникации, мы вас потренируем. Знаете, это я сейчас, я делилась в перерыве, никогда не пела и там прочее, вот, но оказалась фантастическая радость, просто фантастическая. Ну, то есть, это самое радостное, самое прикольное, что я делаю как бы вот в неделю с отрывом вообще от всего остального. Вот, и там, соответственно, я три занятия у меня было в подарок, и я четвёртая, говорю, ой, Никита, сколько стоит? А у Никиты не записаться. Ну, то есть, найти его время, это как бы трындец сложнее, чем мне найти час. Вот, то есть, это как бы какой-то безумный, очень сложный штука, да. У него клиенты вот как раз говорят, Огр, ты мой сегмент. Вот, типа, руководители, ну, все там какие-то вице-президенты банковские, министры, еще что-то, которые как бы, ну, всю жизнь жили в комплексе, что мы вообще не поющие, слуха нет. Вот, а сейчас как-то вот ради там голоса, ну, как я, я хочу громче говорить, вот, из диафрагмы дошли. Ну, то есть, Никита прям офигенный, и это еще и радостно, и он такой, четыре тысячи. Я такая, Никита, я все поняла. Ты в мою жизнь пришел, чтобы меня было слышно в коридорах, а когда я в твою жизнь пришла, чтобы поднять тебе ценник, потому что я думала, что это будет 10-15. Вот, и он так, я говорю, я профессионально, он говорит, у меня тысяча врачей, я профессионально обучаю повышать цены. И Никита такой сидит, говорит, мне очень надо. Я говорю, в принципе, очень надо. Мне друзья даже не дают контакты своих массажистов и прочих, либо дают с пометкой, что как бы не сметь его, пропагандировать как бы повышение цен. А я вот подумала, ты мне порекомендовала как раз Никиту, думать так, надо было раньше. Я думаю, ну, потому что будь я Никитой, ну, как бы, ну, окей, ты ставишь 10 тысяч, вот, да, немножко переживаешь катарсис, что у тебя как бы к тебе никто не пришел, там, первый месяц-два, но на самом, ну, то есть у тебя там упадет как бы стоимость на, там, не знаю, на 30 процентов, скорее всего, оверолл ты будешь либо так же, либо там, а может даже чуть больше заработаешь, времени высвободишь колоссально, со временем перестроишься, будешь там себе, не знаю, радовать, перестроишься и так же наполнишься на эти 10 тысяч. Ну, если ты хороший как бы профессионал, то точно оно как-то система где-то найдет свое среднее. Либо, ну, если уж там совсем как бы прогадал, ну, там, сделаешь 6. С коллегами так обычно диалог ввел, который вот приходишь, типа, пора повысить тебе цену. Ты видишь просто запись на неделю вперед у человека, ты просто, а человек такой, кому? Не, нет, вообще даже, даже вообще не трогай, я запрещаю, они начинают говорить, начинают с ним диалог о том, что смотри, мы повысим прием, ну, начнем с плохого варианта, у тебя уменьшится количество пациентов, что мы от этого получим? Ты работаешь меньше, а получишь столько, потому что твой прием вырос на, там, 2000 рублей сразу. Пациенты записаться смогут к тебе на прием, который не может записаться. Да, пациенты записаться, может там кто-то есть, кто есть. Вот второй вариант, второй вариант у нас какой с тобой, получается, что какая вероятность, что у тебя, учитывая запись неделю вперед и лист ожидания есть, что он у тебя пропадет? Нет, значит, второй вариант еще лучше, то есть здесь мы вообще ничего не теряем, а здесь еще лучше становится. В итоге, ну да, да, хорошо, ну ладно, но если что, типа, я все равно не соглашался, вы там сами что-то решили и без меня повысили. Вот, и уходит просто, потом приходит, оу. Но при этом надо понимать, что, ну я просто вот коучила своего косметолога, который уже там лет 10, вот я прямо приходила к ней, я сняла, то есть вот она мне как бы лицо, а я ей затираю, что, и вот, и всегда, конечно, надо понимать врачей, что всегда находятся вот пациенты, ну не буду никак их характеризовать, но я, в общем, не разделяю в концепцию, которые прямо словесно врачу высказывают, что у вас так дорого, а что это вы повысили, а я там деньги коплю, и вот, ну как бы и врач, как разумный человек, он помнит вот эти два примера крикливых женщин, вот, а не вот все остальные примеры, когда спокойно сказал, спокойно заплатил и прочее, вот, и я помню, а главное, это очень часто коррелирует, я вот помню, у Маиры, косметолога, она великая, ну то есть как великая, это бесконечно, я же почему прошу, потому что это бесконечно унижение, что ты не можешь записаться, мне вот это унижение, я готова любые деньги платить, лишь бы не было, что вот мне там на три месяца вперед, вот в итоге я ее наконсультировала, вот меня по блату на три месяца вперед, как бы записывают на все даты, потому что к ней невозможно попасть, ну уж лучше бы я платила, не знаю, огромные просто суммы, чтобы вот без этого, но неважно, вот, и обычно вот эти крикливые женщины, там я говорю, так Ира, давай смотрим, у нее сумка Шанель, вот у тебя есть, говорю, у меня нет, у тебя нет, у нее есть, но почему-то она кричит, что у тебя как бы дорого или подорожало, говорю, пусть он к тебе просто не ходит, и говорю, и не переживай, вот, и это реально, врачей в том числе нужно поддержать, что найдется всегда какой-нибудь там более хамоватый пациент, который почему-то думает, что его личная шуба важнее, чем вот как бы, ну там, чем пять тысяч за прием или что-то, ну их надо, ну просто надо как-то учиться, чтобы они на это не обращали внимания, говорили, твой труд очень ценен. А почему с вами, вашим сотрудникам врача, может быть сложно? Мы подглядели 40 фактов о вас, вот, это в прошлом году клиника от этой истории выкладывала. Это мне было 40 лет, и я выложила там 40 фактов, я уже не помню. и там была история о том, что кабинет находится рядом с ресепшеном, любой вообще сотрудник может зайти. Вот, что может там произойти такое, что он скажет, что что-то прям вот сложновато было, стало заходить, или сложный был разговор. У меня есть такая черта, я быстро влюбляюсь в людей, я вот так в них влюбляюсь, что я горы готова для них свернуть. Но если я разочаровываюсь, то любовь ушла навсегда. И мне с этим человеком невозможно дальше идти вместе. Я не вижу в нём ничего. Мне становится безразлично. И вот это безразличие, оно может быть холодным, жестоким. Особенно, если тебя когда-то очень сильно любили, ты был приближен, я не знаю, в лучах этой любви, то это бывает больно кому-то. Вот, наверное, так. То есть, например, все, кто работал у нас в трёх сёстрах, а потом ушёл, мне неинтересно с ними общаться. Все есть какие-то единицы. Ну, вроде, ну, я даже забываю иногда. Ой, простите, мы так расстались. А я не помню, почему мы расстались. Настолько он мне неинтересен. Это очень искренне. Наверное, так. Оля, почему с тобой сложно? Ну, я думаю, что моя, конечно, теневая сторона, что я иногда на человека смотрю, как на функцию, и в голове держу у меня там архструктуру, у меня цели, у меня цифры, ещё что-то. И понятно, что есть вот этот приближённый круг, кого я люблю и прочее. А есть люди, кто особенно хороший, эмпатический врач, конечно, про меня понимает всё, вот пока я там в коридоре бимо прошла, вот, что ему как бы до меня не достучаться. Что я всё равно ему отвечу с позиции системы, с позиции там, типа, вот, на это есть деньги, на это нет денег, сори. Ну, то есть как-то вот, в общем, от футболю. Вот. И в этом смысле я думаю, что я такая странная комбинация лидера, кто, с одной стороны, реально очень открытый и человечный. Я правда открытая, я правда человечная, я правда хочу сделать лучше, я там стараюсь. То есть я в любом своём решении, даже системном, я стараюсь максимизировать какую-то часть комфорта людей и человечности, а как бы приближаешься ко мне и видишь такую стену, и там как бы, ну, в общем, и как бы вот эта вся человечность пропадает. И мне дают иногда этот фидбэк, ну, особенно люди, кого я способна услышать. Вот. И часть моей тоже личного развития, я прям хотела бы вот это вот свое сердце открыть больше и говорить с людьми честнее. У меня прям есть практики. Вот в этом году, вот моя личная большая практика, помимо денежной, это, ну, как бы честнее давать обратную связь, в том числе более требовательную обратную связь. Ну, то есть не изображать вот эту вот вежливость, когда я про себя такая, ну, ты там в своём, ты два года ещё всё равно будешь окапить, поэтому ладно, я тебя прощу и даже тебе ничего не скажу, потому что я и так знаю как бы. Ну, то есть вот это вот как бы убрать вот это высокомерие, а человеку прям в лицо, ну, как бы, может быть, жёстко учиться говорить. Я просто чувствую, вот внутри я знаю, что мой следующий рывок во всех расширениях этого мира, он про это. Вот. И в этом смысле я для врачей как бы и есть, и как бы нет. Потому что я вот какая-то фигура, которая... Вот. Ну, плюс, конечно, я там ничего медицинского не понимаю и уже открыто говорю, что даже не приходите. Вот. Понятно, есть вот этот вот мой образ, он очень многим откликается, что я там много личного снаружи выношу. Вот. Но о многих такие, господи, какой вот этот испанский стыд, почему эта женщина опять что-то говорит, почему там вот это всё. Вот. Ну, как бы я с этим смирилась, потому что это часть моей личной миссии, нести вот какую-то открытость в мир и транслировать уязвимость. У всего есть силы и слабости, я поэтому этот вопрос задаю. Абсолютно. Потому что вы настолько прекрасны, что такое ощущение, что всё идеально. Поэтому как-то картинку сделать более реальной очень хочется. Поэтому я тебе хочу вернуть вопрос. Он был для меня интересный, продвигающий с точки зрения понимания себя. Ты мне задала вопрос, когда мы снимали фильм, а что тебя раздражает в твоей работе? И для меня очень интересный в ответ пришёл. И я такая, вау, нифига себе. Ну, то есть действительно вызывала эмоции, но я их никак не вербализировала. Вот что раздражает? Если вы решите уйти из медицины, то почему? Что раздражает, это вот о чём Оля говорила, что нужно повторять несколько раз. А ещё когда какой-нибудь клинический разбор или, не дай бог, разбор инцидента, и ты задаёшь эти там много раз «почему?», и выясняешь, что были договорённости, был какой-то протокол, я не знаю, а он в очередной раз не выполнен. Или почему-то это не написали, или почему-то не позвонили, не сказали. Очень много каких-то ошибок или вот этих вот преград именно из-за того, что мы не сделали то, о чём мы договорились. И вот здесь я страшно злюсь, раздражаюсь, краснею. Но я уже научилась говорить. Я сейчас скажу, может быть, то, за что мне будет стыдно, но во мне кипят эмоции. Как только я это говорю, мне потом меньше хочется сказать, но все знают, что я могу. Могу сказать, что я не могу заходить в ординаторскую теперь пять дней, потому что не могу смотреть вам в глаза. Меня мало что раздражает, если честно. Но я устала жить на два города, даже в нашем случае на нескольких городов. Ну, то есть я живу в Москве, из Москвы не уеду никогда, ни за что, никуда. И, в общем, это как бы часть какого-то внутреннего переживания. Я вижу чемодан, и у меня тело чесаться начинает. Это прям проблема, и она может решиться только одним способом. Я думаю, что на горизонте двух лет с вероятностью сто процентов, вне зависимости от развития событий, тело моё будет жить и работать в Москве. Здесь такая вот одна история. Она просто лично очень сложная для меня. И в этом смысле, когда я всегда всем даю советы знать, где твоё непримиримое нет. Мне очень важно, я хочу пешком ходить на работу. Я понимаю, что мне тяжело, я в командировках не отдыхаю. Есть люди, кому нормально на самом деле ездить. Я прям встречала их, и кажется, что им искренне нормально. А мне нет. Или мне, например, моё непримиримое нет, мне нужен свободный календарь. Я хочу, чтобы половина времени в календаре была как бы... Ну, я её... То есть она двигалась мной, могла быть очищена и прочее. А какая-то, например, суперстрогая корпоративная работа, как работа в консалтинге была, там 90% календаря принадлежит как бы не тебе. И вот я понимаю, что просто мне даже не надо вообще... Ну, даже не надо думать на тему, могу ли я работать в таком месте. Вот. И ещё один такой большой блок, с кем я всё время себя пытаюсь соотнести, драйвово ли мне, весело ли мне, и есть ли вот эта скука. То есть я, конечно, человек, которого, ну, становится... Ну, если таки, мне кажется, одного балла не добираю по СДВГ, вот, по всем тестам. Вот. И мне, конечно, то есть я как-то... Ну, я спокойного типа, я могу изображать, что я сижу. Но в реальности, вот как бы как... Ну, то есть мне бывает так скучно, тотально, я просто умираю. Как вот ты говоришь, мне скучно ходить там по коридорам клиники. Мне людей обнимать не скучно, а зайти в новую операционную, мне показывать, что вот мы открыли новую операционную, ещё что-то, мне просто 100% уровень скуки. Вот. И в этом смысле я себя всё время соотношу, если я теряю интерес, не становлюсь или я токсичной для дела, которое я люблю. То есть у меня всё время есть в голове вот это вот. Вот это моё дело, которое мне дико важно. Я горжусь, чем мы построили. Как бы в какой момент мне тоже там не передушить там всё или не стать токсичной своими какими-то настроениями, вот, а может быть прям уйти. И поэтому я прям на регулярной основе хожу и проверяю. Через кого-то обдумываю, вот как бы... Это что? Это я устала, и просто надо отдохнуть, или надо найти новый классный проект? Или это системно? И в секунду, когда я... Ну, это прям обещание мне себе, что в секунду, когда я прям увижу, что это системное, ну, я сделаю так, чтобы бизнес не пострадал, а я пойду там куролезть куда-нибудь ещё. Спасибо тебе. Почему я могла бы уйти, пока Оля сейчас говорила? Ну, наверное, мне вообще неинтересно заниматься тем, где у меня нет страсти. А страсть у меня всё равно всегда связана с какими-то большими, важными идеями и проектами. То есть несмотря на то, что там в медицинском мире, да, у нас... Это большой стационар на 120 мест, это там нормальный оборот, это крепкий средний бизнес, но это не то, чтобы там скандинавий. Но у меня была вот эта идея, чтобы сделать вот такую лучшую реабилитационную клинику, даже не в России, а в мире. И вот как бы следующая сейчас цель, это получить через организацию ИСКО возможность как бы давать звезду Мишлен в реабилитации. И это большой путь, большая работа. Если в какой-то момент мне вот эти крылья обрубят и скажут, вот делай только так, вот у тебя, не знаю, такой план по морже, и сиди ты вот здесь вот в 35 километрах на Щёлковском шоссе, мне, конечно, это станет быстро неинтересно. Ты пойдешь снимать кино. Это, кстати, вот если сделать метафору с кино, есть кино авторское, где есть режиссёр, у него есть идея, у него есть то, про что он хочет рассказать, у него есть свой почерк, и продюсер у него, он помогает реализоваться вот этому таланту. А есть продюсерское кино, это когда есть сценарий, есть тренды, есть там, не знаю, что там, зрительские клики, показы, вот сейчас мы снимаем все, не знаю, детективы или там что, ретро про Советский Союз. Тогда это продюсерское кино. И режиссёр может быть кто угодно, он может нанят быть на рынке. Вот мне надо, чтобы всё время кино оставалось авторским. Финальный вопрос, не могу не задать. Переживаете ли вы боль пациента, с которым сделана ошибка? То есть та система, которая выстроена, где-то дала сбой, и из-за этого человек так или иначе пострадал? Да, очень, конечно. Ну и так, я стараюсь как бы, ну, как могу из этого отпихивать, но бывали, прям помню такое, что тело болит так, что я, у меня был эпизод, что я каждую субботу хожу на спорт, и я не могу натянуть леггинсы на себя, не могу, у меня тело болит. Я надела такие мешковатые штаны, которые как бы у меня дома и домашние, я в них там лежу на диване, потому что тело болит. Переживаем, безусловно, особенно если ты лично знаком, если ты вот, особенно если пациент ведёт себя очень достойно, это всегда больше добавляется переживания и стыда, чем если человек там кричит, обвиняется, то ты как бы всё понимаешь, но эмоционально иначе. Но недавно меня поразило сравнение, что такое в риск, где медицина в рисковой зоне. И её сравнивают с рыболовством в открытом океане и с открытыми военными действиями, где когда ничего непонятно, очень высокая доля непредсказуемости, много вводных, быстро надо соображать, ориентироваться, чуть-чуть с кем-то общаться. И какая-то статистика, что, короче, медицина, там есть человек, и человек ошибается. Это просто надо признать как данность. Вот как есть любая несправедливость жизни, там, не знаю, что люди умирают. Вот такая же несправедливость врачи, медсёстры, любой там став, он может совершать ошибку. И да, к сожалению, кому как повезёт, иногда это приводит к каким-то ужасным последствиям, а у кого-то, ну просто, не знаю, ногу перерастянули. И просто на этот случай есть у меня история буквально двухнедельной давности. Мы сейчас проходим аудит перед получением ACQH. Это вот GCI, только как бы сейчас с казахстанской стороны. Мы заморочены на том, чтобы быстро оказать человеку помощь. То есть у нас всё время emergency, мы тренируемся и так далее, потому что у нас ранняя реабилитация, у нас быстро может пойти ухудшение. Аудитор заходит в палату, говорит, сейчас мы сюда положим манекен, и сейчас посмотрим, за сколько времени вот этому пациенту начнут оказывать помощь. Она зашла в палату, с ней зашёл коммерческий директор и медицинский директор, которые были на этом обходе. А дальше аудитор сделала следующую вещь. Она взяла и закрыла дверь палаты. И оказалось, что у нас просто никто не закрывается, замки есть, но мы договорились, что мы не закрываемся. Когда-то их поставили, когда клинику открывали, потому что медицинский отель, прайвеси, но потом поняли, что для безопасности лучше не закрываться. И всем говорим, не закрывайтесь, пожалуйста. И никто не закрывается. Аудитор зашла и закрыла дверь. В итоге через 7 минут они собирались вламывать дверь, потому что они просто не могли найти ключ от этой палаты. То есть, понимаете, мы с этой ситуацией не сталкивались. Да, мы проворонили эти замки, которые остались, и нам в голову не пришло, что кто-то может закрыться. Но аудитор говорит, а кто-то может закрыться? Ведь это правда. Зато, когда в итоге мы открыли дверь, она говорит, я не видела такого первого оказания помощи нигде. То есть, ну, представляете, заходит медбрат, он видит манекен, лежащий на полу. Он даже не спрашивает, что там, учение, не учение. Он просто сразу там. Ему говорят, вот Николай Иванович. Николай Иванович, вы меня слышите? Он начинает оказывать помощь, он начинает разговаривать с этим манекеном. То есть, он не забывает сделать ни одного действия. Он там расстегивает одежду, прежде чем делать. То есть, несмотря на то, что это симуляция, и все понимают, что это симуляция, это не человек, притворившийся, это манекен. Он делает всё безупречно. И аудитор говорит, я нигде не видела такого крутого, такого высокого оказания первой помощи. И представляете, какая вот эта разница? То есть, у вас есть человек, который может спасти этого человека, ну, спасти пациента, но вы забыли, где лежат ваши ключи. И всё пойдёт не так. И такого в медицине очень много. Мы с вами в океане, тут волны, акулы, я не знаю, какие-то корабли. И надо ориентироваться. И мне кажется, очень полезно, если пациенты начнут это понимать. Ну, в смысле, все люди начнут это понимать. И не требовать вот этого. Я заплатил, ты мне должен. Становить, вылечить невозможно. Мы почти божественные создания, Оля, но всё-таки люди. Спасибо вам. Спасибо. Хочется почему-то сказать не по должностям и успехам, и результатам, а то, что прекрасные, сильные, и при этом очень открытые женщины у нас сегодня были на подкасте. И мы говорили о том, как нам всем живётся, врачам и не врачам, внутри одного большого мира медицины, в котором очень хочется делать добро. Да, причём вы настолько, вроде как, и разные, но при этом... Нет, это же... Ну, это такое немного разное, да, будет. Но при этом у вас есть там одни цели, и вы реально, ну, то есть, то, чем мы стараемся заниматься, вы несёте классную медицину. Вообще, местами она у нас сложная, местами есть там проблемы кадрового характера, но при этом это, ну, как бы я послушал вас и просто был в шоке. Я всегда думал, что такое, ну, как бы очень мало, но оказывается, оно прям везде рядом, и это очень круто становится. Большое вам спасибо. Насколько по-разному можно делать классную медицину, и насколько по-разному можно находить пусть к себе. Это просто поразительно и вдохновляюще. А были с нами Ольга Соколова, Анна Симакова, и ведущая Яна Сирота, и наша прекрасная Марина Демидова, которая нас всех сегодня здесь собрала. Обязательно подписывайтесь на нас, на той платформе, где вы нас слушаете, сейчас осмотрите, ставьте лайки, и пишите комментарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова